Серёжа-пастушок, поиграй, 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 Ранья-друг Серёжа, Себе вредно наружу! Подъём! Восемь часов тридцать четыре минуты, среда, двадцать девятое февраля! Здравствуй, великий город, здравствуйте все! Это Русская служба новостей! Анастасия Ножко, ведущая этого выпуска, здравствуйте, Анастасия, жена! Мы думали, что Дарькин ставленник криминалитета, мы думали, что Дарькин, который руководит Приморьем, ставленник бандитов, всегда так думали, да? Кто думал иначе? Ну, все, кроме Дарькина, судя по его риторике, нынешней. Вообще все люди, которые мне известны, полагали, это не значит, что это правда, например, довольно долго люди полагали, что Земля квадратная, лежит на черепахе. Но я не знал, конечно, я не знал никого, кто не считал бы, и не знаю никого, кто не считал бы Дарькина ставленником бандитов. Это зависть. А зачем его тогда держала власть Кремль, для чего его держали? Вы же сами объясняли. А, да, потому что он держал регион. Он держал регион, держал регион, да, это очень правильный глагол. Он, будучи ставленником бандитов, для Москвы держал регион. А теперь? А теперь, а почему? Вот. Вот это уже очень обидно. Поставили какого-то очкарика. По-нашему, правда, сказать по-бандитски, это дико обидно. Почему? А теперь что, бандитов презирать стали, что ли? Никакой благодарности. Нет, подожди. Мы, бандиты, держали им, этим самым зазнайком кремлевским, целое Приморье. Да. Ёлки-малки. Да. Да ничего, нормально держали? Че такое, я не понял там это? Че не так? Че надо посидеть? Порешать. Порешаем, нормально сделаем все. Вот. Но теперь я не понимаю, а что, отстранили бандитов от руководства вовсе? Они боятся, что мост не сойдется. Знаете, сейчас там у них идут навстречу. Вот этот Миклашевский. Миклашевский, подожди, жена Далькина. Оказывается, нет. Оказывается, Лариса Белоброва была начальником над Далькиным, а никакие не бандиты. Вот она уже выступила для прессы. Лариса Белоброва выступила для прессы. Она сделала заявление. А в ответ на заявление, вот, собственно говоря, президента Медведева, президент Медведев незримо, и не зная об этом, вступил в диалог с Ларисой Белобровой, супругой Сергея Далькина. Да. А? Ну да. То есть, Дмитрий Медведев с этой стороны, а Лариса Белоброва, опаньки ему, а иди сюда. Он подал пас, практически она отбила. А Лариса говорит, Лариса говорит, а сейчас поговорим, говорит Лариса. Сейчас, говорит, я пасть открою, поговорю. Как это хорошо. Она говорит, я не драматизирую ситуацию. Я воспринимаю ее ситуацию, как один из этапов семейной жизни. Правильно. Женщины всегда должны любую ситуацию воспринимать, как один из этапов. В этом, она говорит, в этом. Иначе семья развалится. Проишедшим. Нет ничего из рук он выходящего. Сергей проработал на этом посту достаточно много лет. Достаточно это... Это она от себя, Витя. Достаточно, она говорит, нет, слушай, она говорит, это цитата. Коля, достаточно. Нет, слышишь, она... Это цитата, это цитата. Жена уволенного Дарькина говорит, смотрите. Сергей проработал на этом посту достаточно много лет. Все. Это она Медведева написала? Да, может быть, это выдержка из письма Медведева. Дмитрий Анатольевич, Сергей проработал на этом посту достаточно много лет. И знаешь, если уже процент из капитала дают больше, чем... А вы знаете, что ее сейчас волнует, извините? Нет? Тут еще есть цитаты. Она говорит... Меня волнует мой фестиваль. Она говорит. Это самое главное. Я не знаю, найдутся ли на следующий раз на него деньги. Ведь в первую очередь часть средств для него давала краевая администрация. Уж потом привлекались и спонсоры. Меня волнует это детище, человек-культура. Для меня очень важно... Она человек-культура, для этого она рыбозавод взяла, да? Что там пахнет рыбой. Полтора миллиарда у нее дохода. Зачем же этот человек-культура взял столько рыбопредприятий, а там все время пахнет рыбой, насколько я осведомлен, нет? Ну вот. Меня волнует это детище, человек-культура. Для меня очень важно, если с фестивалем что-то случится, будет очень жаль, сказал Белоброва. А почему не взять из кармана своего, если у тебя столько предприятий? И каждый день устроен фестиваль. На ней довольно много предприятий. 1,1 миллиарда рублей в год доход. У Дарькина у самого 3,5 миллиарда. Еще у нее 5 тысяч квадратных метров. 5 тысяч квадратных метров это ерунда. Сейчас скажу, это полгектара всего. Двухкомнатная квартира, у нее 30 квадратных метров. Это в Хрущавочке, наверное. Да, 30 квадратных метров. Это маленькая совсем. Это совсем, вот однушечка, кажется маленькой. Однушечка, однушечка. Это совсем маленькая. 20 метров комната, кухня 6,7. Ну там кухня 5, наверное. Две комнаты по 8, вот так. Да нет, тебе двухкомнат по 80. Тут написано, двухкомнатная квартира. А, дофига, двухкомнатная. Дофига, анфилады комнат. Анфилады. Она идет из комнаты в комнату. Из столовой в спальню, правильно. 30 целых квадратных метров. Ну ладно, ладно, кто из Приморья, давайте пусть позвонит нам. Давайте, вы из Приморья. Позвоните, пожалуйста. Дорогие товарищи, я в Приморье был давно. Помню еще Шамару, помню еще русский остров, еще креветок, помню ваших, которые вы называете челимами, как теперь выяснилось ошибочно. Из Приморья, позвоните, пожалуйста. Вы теперь не принадлежите бандитам, а кому вы принадлежите тогда, я не понимаю. Все распоясываются, грязно, начнут гадить посреди улиц. Если бандиты не будут держать Приморье, то кто будет держать? Здравствуйте. Добрый день. Я не из Приморья. Нет, нам нужен Приморья. 7-8-8-107-0, спасибо вам огромное. Мне нужен человек из Приморья. 7-8-8-107-0, наш прямой московский телефон. Даже если вы в Приморье, и у вас уже давно вечер все время, то вы можете позвонить. 7-8-8-107-0. Александр с острова Русский. Секунду, 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 я вижу, с Приморья люди звонят, звонят. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, здравствуйте. Вы из Приморья? Да, я из Приморья. Я прожила 21 год во Владивостоке. Прекрасно знаю и Дакина, и Дубоброва, Лариса. Давайте. Я бы хотела только в оправдание Ларисы Дубоброва сказать, что давайте не забывать о том, что Лариса заработала свои миллионы, как вы их называете. Миллиарды, миллиарды, миллиарды. Ну, пока она миллиарды выше еще до того, как она была супругой Сергея Михайловича Дакина. Потому как она, это ее третий брак. И до этого она, ну, конечно же, была супругой не столь благодаря верных людей, так скажем, да? Бандитов, по-русски говоря. Бандитов, по-русски. Тем не менее, у нее очень много осталось. Да, да, да. Давайте мы пожалеем этой связи, чтобы... Давайте ее пожалеем. Ну, скажите, пожалуйста, теперь все-таки о судьбе города. Простите, еще раз напомните ваши имя. Меня зовут Светлана. Светлана. Простите, вот судьба города. Его держали, город, держали сильные мужчины. Назовем их сильные мужчины. По-русски говоря, бандиты. Значит, а теперь будет очкастый ректор этого самого ДГУ держать. Ну, как это? Ведь он не удержит. Судьба на университете, да. Да, ведь он не удержит. Думаю, что да. Город бандит. Ну, я считаю, что это ошибка, конечно, нашего президента, честно сказать. Да. И не потому, что, как бы, там Дарькин такой замечательный и так много для города сделал. Это, конечно, регион бандитский, но весь Дальний Восток бандитский, если уж на то пошел. И в Хабаровске процветает намного больше бандитизм, чем в Пимонском крае, честно вам скажу. Потому что у меня там до сих пор живут родители, я как бы в курсе событий. Мне кажется, наименее бандитский Бирбиджан все-таки, нет? Вполне вероятно, да. Тихий, спокойный регион достаточно. Там лениво, там мало людей, там лес, там бандитизм весь на лесе. Согласна с вами, Сергей. Скажи, чуточку я вдруг заобиделся, потому что я в Переяславке жил и в Комсомольске-на-Амуре. И я думаю, а почему в Хабаровске? Вы считаете, что наши хабаровчане все-таки более сволочная урла, да, чем ваши? Ну, простите меня, джем. А? А джем, если вам это о чем-то говорит. Джем, ну еще одна, расскажите всем слушателям. Что? Что такое джем, расскажите. Расскажите. Что такое джем? Да. Ну, это представитель бандитских кругов, очень серьезный человек, который держал в страхе весь Хабаровский край и ближайшие регионы. А сейчас с ним что-то? В том числе и Амурскую область. А сейчас что? Ну, к сожалению, ничего. Ничего. К сожалению, его последователи остались. Держат, держат, держат. Так он и возьмет Владивосток, может быть, слушайте, возьмет под себя Владивосток заодно. Я думаю, не дадут. Не дадут, ребята из Владика, не дадут? Ну, убрали голову, так скажем, но не убрали железду. Да, здесь, тут Джем, понял. Евгений Васин, Джем. Могила вора в законе Евгения Васина, Джема, находится в Комсомольске-на-Амуре, могила криминальных авторитетов. Его уже нет в живых. Его нет уже, все. Я об этом и говорю, что последователи его остались, а Джема самого нет, конечно. Я понял. Скажите, как мы говорим там на Дальнем Востоке, ага. Скажите ага. 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 Счастливо, Свет. Я знаю еще одно слово из Владивостока, уматный. Какое? Ребята из Владивостока в Корее, все они говорят, уматный, в смысле, там, хороший, веселый и так далее, в положительном смысле. Ой, там так вот, а на Дальнем Востоке совершенно другая культура. Сергей, а вы слышали о том, что Шойгу, Шойгу собирается идти с правительством скоро, Сергей, и собирается сесть на Дальний Восток. Никто ему не даст. Все, все, все. Минфин уже не дает денег Шойгу на Дальний Восток. Ну, он может быть стать губернатором Владивостока. Тихо, тихо, тихо. Александр с острова Русский, который нам пишет. Александр наш, московской наш, москалик, москалик наш, он там, он там сидит на острове Русский. Слушайте, пишет, что? В 15.35 в Москве 8.35, это 9 минут назад. Боинг 777-300, трансаэро, взлет, и будь здоров, Владик, и все Приморье. Останется пережить два ужаса, взлет и посадку. И да здравствует Великая Москва и прямой эфир РСН, потому что он нас там в подкастах слушает. Александр с острова Русский. 9 минут как взлетел. Я очень-очень жду. Это телефон 924-й код. Это у него во Владике телефон. Я надеюсь, что он нам потом напишет со своего московского, и мы его вызвоним. И даже пригласим сюда. Пусть он расскажет нам про ужасы Приморья. Дарькину не только общак, но и жена досталась. В смысле, ну да, жена. Его супруга действительно, как нам пояснила сейчас Светлана, была замужем за несколькими видными бандитами. И Дарькина уже третья в ее череде бандитов. Света классная, говорят вы, абсолютно. Ага, вы научитесь так говорить, как мы на Дальнем Востоке. Ага, вот так. Не с придыханием, как здесь, говорят, ага, вот так. Здесь, ага, говорят. А на Дальнем Востоке говорят так, ага. Вот так вот прямо. Поняла, да? Научишься? Ага. Ага. Нет, не надо гнусавить при этом. Я не могу не гнусавить. Что это за тель-авивский выговор-то? Я умоляю. Ага, вот так надо. Ага. Ага, и все, и все. Там же кровь хохляцкая у народа, ты знаешь, да? Ну, конечно, да. У меня моя бабушка с Дальнего Востока, она же там родилась. Кровь украинская при этом, понимаешь, да? Деревна Воскресенка, да. Воскресенка, Переяславка, Чугуевка. Конечно, да. Вот тебе название деревень, все украинские, понятно. Украинские названия. Да, да. Фамилия Блаха была моя. Да, да, да. В Дальнем Востоке, да, будет вам известно, населен уголовниками и хохлами. Да. Хохлов там примерно половина, уголовники составляют другую половину. Уголовники разноплеменные. А дальше там? В том числе есть и русские, есть и украинские уголовники. А дальше там все растетет, как в Австралии. Там же тоже уголовники, как мы все помним. Ладно, через минуту вернемся. Подъем. Нет, давайте вернемся к Дальнему Востоку, тем более, что у нас три минуты. Значит, я расскажу вам про нового держателя Дальнего Востока, Приморья, кто держит теперь. Да. Он, он это самое, он с Урала. Уральцы как раз гнусавят. Можешь начинать гнусавить. Скажи. Пасть в свои. Нормально пацанчики, вот так скажи. Нормально пацанчики. Как будто ты Ройсман. Давай, да, поехали. Как будто я Ройсман. Давай, да, да. Нормально пацанчики. Нормально пацанчики. На нос здесь зажми себе. Нормально пацанчики. Я без зажатого носа. Эта пацаночка сейчас прошла, вот эта пацаночка, как ее зовут, Белоброва какая-то, это кто это, мы с Урала приехали. Она так немножко скоренько говорит, да? Скоренько, скоренько, пацанчики, нормально так, мы с Урала приехали, мы с Урала, эта пацаночка кто такая? Вот так надо говорить все время. Вот так. А я молодца. С Уральцевой Сергеев. Значит, он так говорит, этот Миклушевский, потому что он ректор ДГУ, поэтому, ну я прикинь, но он технически. Родился в 67-м году, 15-го сентября, в Свердловске. Окончил Московский институт стали и сплавов. Очень известное место, доложу тебе. Это его закончил выдающийся государственный деятель Володя Пенхасик. Мой друг. Вовка Пенхасик. И в нем учился, я не знаю, с каким результатом. В результате, значит, это самое, кто же этот, как же его, господи, сейчас на радио работает, фамилию забыл, ну не важно. Значит, этот вот какой-то такой крикливый, маленький крикливый, ну не важно. Значит, ну не важно, там в МИСИ очень много было народу, я тебе серьезно говорю, в Московском сентябре. Ну, МИСИ, это которая на Ленинском. Ну, конечно. Другое дело, что они никто не работают по специальности. Ну, это понятно. Потому что специальности им дают таким образом, там стали и сплавов, что никто из них не хочет. Познав же стали и сплавы, они тотчас же устремляются в... Понимаете, что это не их. Да, абсолютно. Окончил аспирантуру, потом прошел перепогатковку по программе директора по экономике и финансам, то есть его потянуло к деньгам. Господина Миклушевского потянуло к деньгам. И совершенно верно. Потому что в перспективе он стал уполняющим обязанностям губернатора. Здесь пахнет деньгами. В 93-м году он опять работал в МИСИСе в своем, сделался завкафедрой, потом, значит, ну уже тянуло к деньгам сильно. Назначен главой планового экономического управления. В Москве, значит, жил довольно долго. Он все время тусил здесь, да, да. Но родился в Свердловске, конечно, конечно. Здесь очаровывал своим прононсом, с заложенным носом. Кричал, ну что, нормально, пацанчики, нормально. Вот. И в 2008 году сделался замминистра образования и науки. Это полный отстой. Замминистра образования и науки РФ. Полный отстой. Потом, значит, убрался к чертовой матери, а именно во Владивосток. С 8 октября ректор Дальневосточного федерального университета. Где Безумова, это сам, Безумова, господа, госпожа Безумова работает пресс-секретарем. Аврора Римская? Не Аврора Римская прокуратуре, а Безумова в университете, тебе говорю, Дальневосточном. Безумова. Она все время мне пишет письма. Сделался доктором технических наук, совмещающего литийного сырья, совмещающим процессом синтеза восстановления алюминия, алюминатов лития. Вот в этом он специалист. Его сейчас посадили, его сейчас посадили на Приморье руководить бандитами. Понятно, да? Все поняли про Владимира Владимировича Миклушевского. Поехали дальше. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Движение дрянь, прямо скажут. Дрянь, 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 движение. Дрянь, дрянь, дребедень, дрянь, дребедень, дрянь, дребедень, дребедень. Сема, вот Сема звонит. Алло, здравствуйте, Сема. Доброе утро. Я исполнял марш марсианских солдат. Помните такое? Я так и понял, да. В общем, да, движение дрянь, опять внутренний МКАД, как обычно, уже достало, причем до Ясенева и мертво абсолютно. И самое интересное, что там как бы никогда ничего не бывает. То есть вот просто вот стоят до Ясенева, а потом дальше все вроде как нормально. Да, 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 да. Спасибо, спасибо, спасибо. 7-8-80-7-0. 7-8-80-7-0. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Москва. Да. Ярославка, как всегда, никуда не едем. Я понял. А, слушайте, я вам опишу ситуацию. Значит, опять перед Ленинградкой, Адмитровке, примерно полпути, значит, уже пробка стоит на внешнем кадре. Раз. За Ленинградкой пробка стоит два. До Волоколамки пробка эта стоит как окаянная. У Крокуса чуть-чуть становится полегче. За Крокусом полегче. У Красногорска все стоит. Минка стоит. Рублевка стоит перед станцией Кунцево. Ну так, ДТП перед Рублевкой наверху, там, над мостом. Потом, Варшавка не какущая, жесть. Смотреть больно. Больно смотреть. Люди, так не бывает. Вот Никлушевский уехал на Дальний Восток и не прогадал. Не прогадал. Поехали все на Дальний Восток. Вот так. Да. Там чилима. Не оставим этих москвичей сдавать их квартиры. Мы здесь сдохнем все. Самим себе. Нет, поехали туда эти все. Холмы, как Сан-Франциско. Да, слушай. Знаешь, Владик какой? Холмы, как Сан-Франциско. Я не читаю даже там побывать. У всех праворульки. У всех праворульки. Все на сотых крузаках. Все хамы. Все могут изобрезать. Яхты, Сергей. Хамы такие. Причем осторожные хамы, поскольку они знают, что у каждого есть оружие. Они осторожные хамы. Поэтому хамить сильно нельзя. Мы сейчас просто так впишем. Нет, ну это как Дальний Восток, понимаешь? Это как Запад США. Хамить сильно нельзя, потому что любой всадит тебе 12-го калибра. А мы петербуржцы не хамим. Мы все, извините, пожалуйста. Они не умеют. Извините, пожалуйста. А тогда тебя всадят за слишком вежливость. Они подумают, что ты издеваешься, мать. Пойми ты, если ты с Владивостокцем будешь как петербуржец говорить, вот извините, пожалуйста, пожалуйста, извините, извините, пожалуйста. Они подумают, что ты издеваешься. Тебя отдельно за это. Ну хорошо, не 12-й, а тебе 16-й калибр засадят. Зато там не будет в Варшавке такой стоящей. Но картечь, поняла, да? Да. Они подумают, что... Я реально говорю, вы просто не знаете питерцы. Половина России считает, что вы издеваетесь. Вот когда к вам придешь, честно, чините унитаз, а вы начинаете, пожалуйста, да пожалуйста, да теплого чайку не хотите ли, да не присядете ли. Вот вы же так себя ведете. Ну да. Мы думаем, что вы абсолютно гнусные, нас истязаете, что вы садисты какие-то. Хочется порожить дать, правда? Это и есть, Сергей. Семь, восемь, восемь, сто семь минут. В движении. Алло, здравствуйте, да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. В движении от Волгоградки до Новокосино, там авария. Два левых ряда заняты. На МКАДе, да? Да, на МКАДе. Спасибо большое. Спасибо. Хорошего пути вам. Хорошей дороги. Семь, восемь, восемь, секунду. Да, да, да. Ну, на Яндексе нарисовано вообще три аварии. Три. Ну, и верхняя действительно, вот, как вы правильно указали, та, которая всех держит, есть еще одна. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Севастопольский центр свободен. Спасибо. А-202-МР-97. Чуров летит по встречке Калушки. Чуров летит по встречке Калушки на машине А-202-МР-97. Ему нужнее, чем нам. Ему нужнее, чем нам, товарищи. Ведь он нас считает. Он должен встать, забежать вперед, забежать вперед, слышь, дасть. И начать нас считать. А МРу надо забежать вперед? Чурову. Ах, Чурову надо. Чуров, люди едут по Сарокалушке. Да. Им хочется в город. Да. А Чурову нужнее. Потому что Чуров, ну, он едет по делу, а эти говны для чего едут? Трясти одним местом. Они едут трясти одним местом. А Чуров едет по делу. Ты понимаешь разницу? Чуров, потому что забежит вперед их всех. Мне кажется, это самое важнее. Начнет их считать. Он начнет их считать. Любовно при том. Любовно. Смачивая слюной карандаш. Сережа, пастушок, поиграешь. Поехай, поиграешь. Ранья, друг, Сережа. Себе бренна, рай, рожок. Девять часов, четыре минуты. Среда, 29 февраля. Здравствуй, великий город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Анастасия Аножко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Как пожелаете наш СМС? Плюс семь, девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь и ноль. Лыткарина до съезда на Держинский час. Держинский, наверное. Дальше сто километров в час, говорит Шизгара. Хорошего пути Шизгара. В Одинцове на кругу на Можайке поменяли светофоры. Теперь с секундами во все стороны. Такие красивые. С секундами во все стороны. Я прям теперь за Путина, говорит Сергей Заденцова, ударившийся в агитацию. А что, мы не должны пускать уже агитацию? Или что, можем? Нет, давайте все, хватит. Хватит, да? Сделать день тишины. Про группу Дятлова будем думать лучше. Давайте, про группу Дятлова, по новой. Прискот тайно, группа Дятлова. Так мы уже думаем про нее несколько месяцев. Весь интернет. Некто только что открыли для себя. Да ты что? Отлично. Хорошо. Сбылась мечта очередного дебила. Он купил автомобиль. Не общайтесь с ним по радио. Это опасно для окружающих, говорит 91-й. Вероятно, о себе. А вы не думаете? О себе, я думаю. Сегодня високосный день. Что думают китайцы по этому поводу, говорит Софья? Китайцы думают, что они живут по лунному календарю. Их абсолютно не парит вся эта история. По лунному календарю луна крутится, крутится. Не в курсе она про ваши високосности. Чурова не видел. А желтая скорая опять ехала по встречке на Калушке. Каждый божий день. В одно и то же время желтая скорая едет по встречке. Везет начальство, мы думаем. Везет начальство какое-то... Начальство желтых скорых. Транспортировка больного это называть. Транспортировка больного. Ну, не больного там как-то так... Украинец равен русскому, спорит со мной, 51-й. Украинец это русский у края России. Ну да, ну да. Но надо только помнить, что у края Евразии находится не Украина, а Россия. У края Евразии находится... А края на Евразии есть Россия. А края на. Так. Сбылась мечта Чурова. Почему? По какому поводу? 35-й, не знаю. А ножка мне сегодня приснилась. Пришлось проснуться. Респект за заставку ректору. Сразу объяснят, как нужно делать, все будет по-прежнему. Там у них в Приморье все будет по-прежнему, потому что бандиты объяснят ректору. Я думаю, что уже объяснили, потому что ректор там у них некоторое время уже работает. И он уже понял, как там на бандитизме, как там балык. Вид у него неинтеллигентный. Я вот ничего не хочу сказать, но вот по фотографиям из Википедии, которые нам вот можно посмотреть. Да. А может быть ректор это кличка? Общий язык. А может быть это Миссис институт секса и стриптиза. Уральцы говорят без гласных звуков. Ну да, да, они их комку это проглатывают. Да, это правда. Но мы старались. А? Ну я за вами повторяла. Я в оригинале уральцев не слушаю. Встанчики вот так они говорят. Да, да, да. Они глотают. А что там ФСБ без молстов? Нет, ФСБ я думаю, там вписано как-то в систему. Там руководят бандиты. Я думаю, бандиты в Приморье ведут свои дела таким образом, чтобы все были довольны. Включая, я полагаю, и ФСБ. Ну да. Ну, чтобы все были довольны. Знаете, вот чтобы все были сыты. Они как минимум знакомы. Ну как-то вот чтобы хорошо всем было. А? Чтобы всем было хорошо. Конечно. Тем более удовольствие у всех одинаковая бань. А, слушай. Полицейские задержали, полицейские задержали, полицейские задержали. Очень много. Полицейские задержали на Войковской двух женщин. Войковская? Да. Войковка тут рядом совсем рядом. Совсем рядом с compromагом. Совсем рядом с 나는. Ну вот. Женщин, скупавших открепительного удостоверения. Пресс-служба столичной полиции сообщила, что у станции метро Войковская задержано 5 человек, в том числе трое представителей молодежного крыла Солидарности, которые пытались продать открепительное удостоверение. Солидарность опровергает информацию о том, что представители этой организации были задержаны за распространение открепительных талонов на предстоящих президентских выборах. Значит, тотчас же разгорелась война в Иннете, где Солидарность объясняет, что они прознали про этих женщин, которые скупают открепительные. И Солидарность вызвала милицию, собственно. Ну да, да. Именно Солидарность вызвала милицию, но все, кто против Солидарности, а таких довольно много в интернете, значит, они наоборот пишут, что Солидарность торговала. И все это под присмотром новой газеты осуществлялось. Под присмотром новой газеты? Торговля? Ну, в смысле, вызывание милиции. В смысле, вызывание милиции. А, то есть Солидарность заранее вызвала как милицию, так и новую газету. Но, тем не менее, их противники из молодежных движений пишут, что, наоборот, это они все специально делали, нарочно торговали, а их замела милиция. На самом деле, на самом деле, я пытаюсь добраться до сути вопроса. Мне кажется, как мне кажется, довольно глупо вызывать милицию. Довольно глупо. А еще их довольно глупо, непонятно зачем продавать открепительные. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Возможно, вы были в этой операции, да? Вот сейчас 910-й. Аллах, здравствуйте. Здравствуйте. Буэн-эдбиэс. Буэн-эдбиэс, камарада. Буэн-эдбиэс. И компатриота. Вот и хорошо, видишь как. Что с утра лучше, белое или красное? Белое, наверное. С утра, мне кажется, белое. Наверное, да. С утра что-нибудь белое. Засыпало, что у вас на завтрак. Ну, на завтрак ведь все-таки не отбивное. У кого как, Сергей? Может быть, нет, что-то с икоркой. С икоркой, да-да. Бутер, бутер с икоркой, бутер с икоркой. И как хорошо, стаканчик может быть... И паштет с креветочкой. Стаканчик альбарино какой-то, да? Вот мы и дали совет нашему слушателю. Слушай, и еще, и еще. На Войковской взяли, но я читаю в Новосибирске похожую вещь. Новосибирские коммунисты пресекли скупку открепительных удостоверений в видео. А их тоже заметели при этом? Нет, их не заметели, потому что, значит, на коммунистов нет такой мысли, что коммунисты плохие, коммунисты все равно округом хорошие. Понятно? Сегодня представители КПРФ, кандидаты в президенты Геннадия Зюганова накрыли штаб вербовки наблюдателей, в котором представители неустановленного кандидата изымали открепительные удостоверения, обещая отплату в день выборов. То есть они сейчас изымают, сейчас дают тебе расписку в Новосибирске полторы тысячи рублей в день выборов. Ты получаешь этот свой открепительный. Я не понимаю, как контролируется эта фигня. Вот я, например, ты скупаешь открепительные. Да. С расплатой в день выборов. Да. Как ты проконтролируешь меня? Объясни. Объясните, кто разбирается в макинации. А мне зачем вас контролировать? Я вам деньги должна отдать. Чего мне вас контролировать-то? А что вы не пошли, не проголосовали все равно? Не-не, подожди, подожди, подожди. Вот я тебе отдал свой открепительный. А потом что? Каков механизм? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Илья Ильич. Как надо действовать? Юрий Юрьевич. Я в Климовске, я вчера звонил. Сергей Юрьевич, вот такая система получилась. 20 километров от Москвы. Да. Первый раз жена пошла, хотела мне открепительный взять. Я сейчас в деревне живу, потому что мне никогда не было. Пришел сам, говорят, открепительных нет. Да. Их организациям отдали все. Да, да. И говорит, никуда не звоните, не найдете открепительных в Климовске. В Климовске нет открепительных, зато есть антенна. Зато есть антенна очень большая. Слушайте, значит... Я знаю. А? Я знаю дантенну. Да, слушайте. В Климовске нет открепительных, потому что их все забрали организации. Им верно. А в Климовске, да. И она мне четко сидит женщина, которая... Она говорит, и эти все открепители будут за Путина. Прямо открытым текстом мне. Я даже удивился. Да, видите, как... А чему вы удивились? А чему вы удивились? Значит, слушайте, нет, я не удивлен, потому что провинция начинается в ста метрах от МКАДа. Да. Провинция начинается в ста метрах от МКАДа. Я бы даже сказала, внутри МКАДа, да. Даже еще внутри МКАДа, да. Где-то так. Они гордятся тем, что они вот будут что-то нарушать за родного, любимого вождя для них. Это тоталитарное сознание русского чиновника. Они гордятся тем, что идут на нарушение. Для них это как медаль все равно, понимаешь, да? Ну, да. В особенности, если их накажут за это. Если их поймают и накажут, то они еще сильнее будут гордиться, потому что пошли... А ну, разве-то не отвратит их от системы, которая несправедливо с ними обошлась? Нет. Нет, нет. Нет. А они же пошли на поругание за любовь. Они же за любовь пошли на поругание. Ты не понимаешь природы русского тоталитаризма. Они за любовь пошли на поругание. Из-за любви своей. А любовь все прощает. Ну, не знаю. Ты понимаешь, что ты не понимаешь? Если чиновница говорит вот такие вещи, она заявляет о любви по существу. И если ее за это накажут, потому что ее надо наказывать, она пойдет на поругание за святую веру и за любовь. Сергей, ну ее никто не накажет. Вы знаете, что новая пишет о том, что... А может и накажет. А может и накажет. Нет, в этом деле. Объясните, пожалуйста, вот как эта Анастя меня проконтролирует? Она у меня покупает... Я думаю, что я с ним потом буду делать. Здравствуйте, да, слушаю. Не понимаю тоже, да. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я немножко не по теме, но хотел рассказать о произволе некоторым. Ну, какой же? У меня знакомый работает, значит, в пятом троллейбусном парке. Так вот, их в воскресенье собирают целиком весь парк. Чтобы они голосовали там на месте работы. Да, да. Пятый троллейбусный парк. Пятый троллейбусный парк. Пятый троллейбусный парк. Запишите, запишите, Настя, запишите, ладно. Спасибо. Видишь, я его записываю, он меня записывает. Этот писк означает, что телефон записывает. Да, да. Слушай, ну запиши, пятый троллейбусный парк. Велено всем явиться на работу. Мы сейчас, мы это Чурову передадим. Пятому троллейбусному парку Велено в полном составе явиться на работу. Для того, чтобы... Будет голосовать. Для того, чтобы голосовать строго под присмотром руководства. Так, кончайте, кончайте. А нет, наоборот, говорите, пожалуйста. Кто-нибудь объясните мне. Настя купила у меня открепительный. Как дальше поступать-то? Что делать? Алло, здравствуйте. Я не понимаю механики. Да. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Меня Леонид зовут. Я из Ногинска. Так вот, там у меня супруга работает. И всех заставляют брать, открепить медицинское время для того, чтобы голосовать на работе. Да. Притом в районе, ну, 140 служащих. И всех заставляют это брать. Еще раз, а как организация называется? Как называется организация? Организация называется Государственное училище 37. Пиши. Я сразу программному... Госучилище 37. Надеюсь, ты же не написала. Да, то есть это ГПСУ бывшая, то есть профессиональное училище. Госучилище 140 сотрудников, обязанное прийти на работу в воскресенье с отрепительными удостоверениями, будет организовано голосование по месту работы. Да, голосование по месту работы. А 4 декабря, когда были выборы в Госдуму, было практически то же самое. Все понятно. Все понятно. Спасибо. Спасибо за известие. Но кто-нибудь мне объясните механику злодейства. Черт, через минуту, ладно? Подъем. С Сергеем Даренко. Нойрусен. 9 часов 17 минут мы сообщим обо всех случаях, которые, значит, троллейбусный парк, который приглашают весь целиком в полном составе явиться на работу и голосовать на работе. Также училище в Ногинске, которое обязано прийти все сотрудники 140 сотрудников на работу и проголосовать на работу под присмотром руководителя. Это все мы сообщим, естественно, в ЦИК. Спасибо. Еще, если будут, кстати говоря, если будут, вы нам еще скидываете на, знаете, куда? А что, куда? Давай, говори быстро, куда. Да, ну, на сайт русновости.ру задать вопрос в прямой эфир. На сайт русновости.ру задать вопрос в прямой эфир. А когда мы выйдем из эфира, и, например, будет какая-нибудь здесь коммерческая передача, и никто не будет следить. Давай придумаем какую-то рубрику. А у нас разве, ну, на смс-ке присылайте, у нас же на редакторе сидят специальные люди, которые все смс читают. Смс у нас читают все, верно? Да, да. Вне зависимости. Все верно? У нас есть люди, которые отчитывают смс. Какая прелесть. В течение всего эфира. А как тут правильно устроены дела в этой редакции? Да, Сергей, это вы в этом распоряжении. Смотрите-ка. Хорошо, значит, смс плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один сто семь и ноль, сто один сто семь и ноль, по девятьсот двадцать пятому коду. Я думаю, мы еще рубрику откроем. Такую какую-то главочку специальную для Чурова, договорились? Да, закладочку. Закладочку, куда можно будет писать всякие вот такие вот истории. И все-таки верните меня, пожалуйста, в ситуацию. Ситуация простая. Представители КПРФ накрыли штаб вербовки наблюдателей, якобы, якобы, то есть говорилось, что это вербовка наблюдателей. На самом деле туда должны были явиться люди с открепительными удостоверениями, отдать открепительные, получить за работу, за эту, что они отдали открепительные. Их не назначали ни на какие участки. Формально это была, будто бы вербовка наблюдателей. Формально. Но их не назначали ни на какое наблюдение. Просто забирали у них открепительные. Сказали, что в день выборов за это дадут полторы тысячи рублей в Новосибирске и почему-то очень дорого в Кемерове. В Кемерове три тысячи рублей за такое дело. Три тысячи в Кемерове. Две девушки. Они проводили анкетирование и изымали открепительные удостоверения. Значит, коммунисты нашли каких-то верных себе ментов. Верных себе. Понятно, да? Да. То есть это как уже мы возвращаемся в этом смысле абсолютно в 90-е. Просто мент не пойдет. Мент должен быть либо родственник, либо верный тебе мент. Понятно, да? Да. Просто мент не пойдет ни за что. И вот они нашли верного себе мента, наглянули с верным ментом. Эти девушки, мы ничего, мы ничего. Мы просто паспортные данные переписывали и так далее. Понятно, да? Вы так говорите, что... Объясните. Объясните мне. В 90-е были верные менты, потом в 2000-е нет. В 90-е? А сейчас опять да. Они все время... В 90-е. В 90-е. А, ты имеешь в виду, что это все... Ну, в смысле не менялось, он продолжает. Вот когда меня спрашивают, когда меня спрашивают, в Москве была перестрелка, убрали пять бандитов. Значит, я спрашиваю себя первый, убили пять бандитов, трех взяли. Милиция устроила засаду. Должны были прийти бандиты, пять человек, там восемь человек банда пришла. Пять человек из них убили, милиционеры. Первое, что я подумал, клянусь, потому что я недоброкачественный человек, злой и плохой. Первое, что я подумал... Что вы подумали? Что пытались что-то взять из-под ментовской крыши. Что-то взять пытались из-под ментовской крыши. И менты жестоко... Жестоко менты отомстили, жестоко отомстили. Пять человек грохнули. Пять человек грохнули. Чтобы неповадно было, понятно, да? Да. Из-под ментовской крыши что-либо брать, неповадно, чтобы было. Пять человек сразу грохнули, трех арестовали. Это и ночью было, ты знаешь, да? Вот так просто представить себе, что отряд спецназа сидит и ждет каких-то урок, я не могу. Может быть, из-за моей глубочайшей порочности, понимаешь? Ну, хорошо, неважно. Так ты верни меня к этому. Настя, ты у меня купила открепительный. Дала мне полторы тысячи рублей, но дашь только не сейчас, а воскресенье. Да, да, да. Спрашиваю, какова механика? Я не понимаю этой механики. Я тоже, Сергей. Я не понимаю. Если честно. Давай. Что я с ним дальше делать пойду? Что она с ним будет делать? Вот, ребят, я не понимаю механики. Кто-нибудь, объясните, в чем злодейство? Где злодейство? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Объясните нам. Роман. Роман, объясните. Ну, вот я знаю, такая схема. Вот, как бы, в день выборов куратор назначается, с этими людьми подходит куча основок, определяет ключику, которой надо сесть, и при ней заполняется это. Подождите. Настя заручилась моим согласием. Раз. Да. Дальше. Я должен в день выборов явиться по своему адресу, а ей... Не по своему адресу, нет. А, у меня же... О, стоп, стоп, стоп. Стоп, вы правы. Вы правы. Куда она укажет. Вы правы, Роман. Совершенно справедливо. Значит... Это отрепительный. Правильно, нафиг свой адрес, потому что у меня есть открепительный. Я могу в любой участок. Я прихожу... Вы приходите к тому адресу, который она указывает. Она идет с желтым флажком. Определяет. Да. Ну, да, да. Журнальчик-огонек под мышкой. Да. Вот. Определяет тетеньку, к которой надо подойти. Так. Душой душой. Да. И, как бы, при ней тут же она дает вам этот бюллетень, вы тут же на столе делаете галочку, и все. Автобусный парк номер 7, Москва. Да, жалуется сотрудник. Записывайте, Настя. А я уже... Автобусный парк номер 7, Москва. Весь состав всех работающих повезут куда-то голосовать. Все должны явиться в парк. Их посадят в автобусы и повезут куда-то голосовать. Сообщает автобусный парк номер 7. Да, спасибо. Мы сейчас во все эти организации что, позвоним, да, и у руководства уточним. Ну, мы попробуем, во-первых, конечно, сделать материю. Конечно, 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 конечно. Я знаю, как, говорит 401. 401, можно я... Я что-то должен чистить линию для 401? Ах, ах, ах. Ну, вот, может быть, знает человек. Сейчас, алло, здравствуйте. Видите, у меня полно в линии набито телефонов. Алло, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Это Валерий Москва. Да, Валерий. Вот это полнейшая разводка. Насте, как честному человеку, это вообще не надо. Она, ну, то есть это не надо. Это надо другому. Вот жуликам это надо. Они у вас возьмут эти самые талончики. Вам, конечно, денег не видать. Не видать, да? Естественно. А зачем талончик? А им-то это зачем? Они сами его перепродадут, мать. Ну, что ты? Чтобы потом, чтобы потом вместе с своей группой, организованной, называемой бандой, как говорил Жиглов. Да. Организовать нужно этот самый вброс и все. Да. Нужное количество этих самых голосов. А Настя, человек, честно, ей это тело не нужно вообще. Во как. Нет, спасибо большое. Это нужно другим. Это нужно другим тем самым, которым... Я хочу саму механику. Я, знаете, хочу механику понять. А денег нет? А денег-то вы... Нет, а денег-то вы этого не украли. Нет, не будет денег никаких. Все. Не будет, да? Вчера того, и все, и все. Конечно. Обломаюсь я. Нет, ну, это глупо. Ну, а как же? Конечно. Будете быть без денег, как всегда. Ой, мама, как всегда. Я все тянусь, чтобы хотя бы бутылочку... Нет, нет, нет. Нет, да? Я хотел бутылочку шампанского купить хотя бы как-то. Какую-то совсем бедненькую. За 1900 рублей бутылочку хотел шампанского. А теперь не будете? Нет, теперь мне не дадут денег, нет. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вам дозвонились. 41-й. Здравствуйте. Как вас зовут? Зовут Владимир. Да, Владимир. Обрисуйте мне механику, а? Вам дают бланк. Да. Бюллетня. Заполненная галочка за Путина. Ну, почему за Путина? Могут скупать кто угодно. Дальше, дальше, дальше. Да, значит, вы несете его в кабинку, кладете куда надо в урну, а чистый бланк приносите, и за это вам отдают деньги. И потом они по-новому это все закручивают. А-а-а-а. Подождите, стоп, 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 минуту. Значит, смотрите, я должен прийти к ним с открепительным. Они мне при этом дадут бланк. Там какая-то голограмма, говорил нам Чуров. Ну, а как же на голограмме, сколько вбросов, где они их берут? Эти голограммы там же и печатают, где все бланки. И дополнительные остальные. Ой, хлопотно. Послушайте, Владимир, у меня, знаете, все время идея. Нафига вся эта канитель с реалом, когда можно в виртуале в сандалить ноль в компьютер? Да так и тоже сделают. Ну, зачем же тоже тогда? Ну, а зачем же в виртуале канительиться? Где деньги тратить? Возможно, что это от головы не идет, а тут суетятся по месту. Местные суетятся. Ну, посмотрите, всех губеров поснимали. Ну, то есть каждый в своем звене суетится. Да. Я понял. Потому что я бы, если бы я был злодеем, я бы не канительился с реалом. Реал, вонючки, вот эти все микробы. Пусть они голосуют, как хотят. Микробы. Пусть они голосуют, как хотят. Зачем мне эти микробы все? Поставляться так еще. Конечно. А просто потом в виртуале можно в сандале цифру дать все. А? Ну, вот мне тоже так кажется. Я не понимаю. Слушайте, я не понимаю, честно, не понимаю, для чего все это делается. Если это делается. Я верю вот коммунистам из Новосибирска. Я не понимаю, для чего все это делается. 9.26 уже почти. Обзор печати. Подъем. Обзор печати. Смотрите, у нас главный редактор аргументов и фактов, Зитьков, берет интервью у Степашина. А Степашин у нас в счетной палате, как мы знаем, сидит. И счетная палата выявила в этом году, оказывается, нарушение на 718 миллиардов бюджетных рублей, которые, собственно, потрачены незаконно. И это в три раза больше, чем в прошлом году. С чем это связано, спрашивает главред АИФа. Степашин отвечает, ну, и проверять стали лучше. И вот, в общем, Зитьков говорит, что сделано. 72 уголовных дела возбуждены, 300 чиновников лишились своих мест, должностей. Дальше Степашин приводит в пример, значит, Зитьков подсказывает, говорит, ну, это в Китае все-таки, смотрите, как жестко борются, они смогли побороться, побороть коррупцию. Степашин говорит, да-да ладно, Китай, приведу вам в пример Сингапур, где несколько десятилетий назад новый руководитель расстрелял и пересажал высокопоставленных взяточников, а потом наладил экономические механизмы борьбы с коррупцией. И потом говорит, поэтому главное в этой борьбе нашей отрегулировать наше законодательство. Хочется поправить, конечно, Степашин и сказать, тогда главное перестрелять и пересажать высокопоставленных чиновников, а потом уже заняться регулировкой законодательства. Но есть и другие новости. Дарькин ушел в отставку, был отправлен, точнее, отставку Медведевым. Ему оставалось 6 месяцев до саммита ОТЭС и 2 года до истечения срока полномочий его губернаторских. Но теперь на его месте стоит человек по имени Владимир Миклушевский, исполняющий обязанностями. Он долгое время работал в Москве, сам с Урала, закончил, учился в МИСИСе, а сейчас он был ректором, одним из технических ректоров Дальневосточного федерального университета. Насколько я понимаю, он сегодня дает свой комментарий известиям. Если коротко, то он видит свою задачу вот на этой временной должности как-то снизить криминальную обстановку в Приморье, что вот она слишком высокая. При этом есть уже комментарий от самого Дарькина, который не считает какой-то экстраординарной ситуацию в своем вот этом регионе уже бывшем. В спецохране ищут след Суходольского. Суходольский, бывший глава питерской полиции, сейчас находится, вы знаете, его отправили в отставку, он сейчас в отпуске за рубежом, на его даче под Ногинском прошли обыски. Об этом сегодня в Известии. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Сергей, в Гагаринском районе Москвы на выборах муниципального собрания района нет ни одного кандидата от Единой России, сообщает мне Алексей Васильев в Фейсбуке. Это Гагаринский, где Путин? Гагаринский. Нет никого от Единой России. Все единороссы идут как самовыдвиженцы. Я напоминаю, мы сообщали об этом, русская служба новостей первая сообщала об этом в октябре. В октябре минувшего года. Принято решение нигде, нигде не использовать бренд Единой России, как бренд отталкивающий. Поэтому камуфляжно, камуфляжно единороссы решили. Это было в октябре, по-моему. Ну вот я сейчас просто число не помню, ребят. Но мы первые об этом сообщили. Камуфляжно идти как просто самовыдвиженцы, будучи при этом членами партии Единой России. В том числе самовыдвиженец, глава собрания Алексей Кобринский, глава ДЭЗа и так далее. Все они идут камуфляжно как самовыдвиженцы. На самом деле они, естественно, Единой России. Это признано более выгодным. Это нормально, это выборная технология. Тут же нет обмана. Но обмана нет, извини, они легально... Обмана нет, мама. Но нет обмана. Они выдвигаются сами. Они выдвигаются сами. Здесь какое нарушение? Никакого. Нет. Нет. Они предпочитают молчать о том, что они из Единой России. Какое тут нарушение? Нет. Нарушения нет. Все хорошо. Нет. А можно обвинить их в неискренности или еще в чем-то? Ну, строго говоря, это не искренность. Но это не нарушение закона. Не искренность. Не искренность не может быть нарушением закона. Уж согласись. Правильно? Нарушение это в других частях. Что? Бывает. Подозрение на нарушение закона. Да. Да. Хорошо. Значит, еще. Мы позвонили в некоторые автопарки. Мы позвонили в некоторые автопарки. Они что? Вы сейчас в троллейбусный парк уже позвонили. Ну, к сожалению, нет. Руководство будет через полчаса. А, значит, вот диспетчер говорит, что впервые об этом слышат. Ну, а если она сотрудница, диспетчер, женщина. Да. То либо она подготовленная такая, боец. На всякий случай. Написать, что человек сидит на телефоне. Да. Она чувствует. Ей звонят, говорят, здравствуйте, это русская служба новостей. Есть ли указания, что все должны прийти и голосовать на рабочем месте? Я бы сразу ответила, нет, Сергей, но это смешно. Нет. А как от зубов? Изведи, прочь, прочь, прочь. Можно еще трубку бросить? Бросить трубку и... Убежать. И нажаловать. В соседнюю комнату. Нет, куда след? Позвонить, куда след? Начальству сейчас, вы думаете, кому они сейчас звонят? Нет, я бы в милицию позвонил. Потому что всякие звонят с ради. Это хулиганы, конечно. Это хулиганы. Не дают работать. Абсолютно. Слушай, еще знаешь что? Еще есть уже... Есть уже... Это у меня в Фейсбуке тоже кто-то выложил. Есть уже ролики о нарушениях 4 марта, как бы подготовленные зловещими оранжистами. Да, есть. Но сняты они настолько классно, что я даже не знаю про оранжистов. Оранжисты... Ну, это же творческий класс, как оранжисты. Да? Ну, конечно. Креативные, я бы даже сказала. Черт их поймет, этих оранжистов. Они так хорошо все снимают. Они так прям классно. Но на ваш телевизионный вкус чересчур хорошо, да, снят? Чересчур хорошо. С наплывами, с фокусом, где надо. То есть, не этот самый... Ну, снят хорошей камерой. Я сейчас не говорю. Нет, подожди, тут нет намека. Почему? Оранжистов не может быть хорошей камерой? Может. Может. В наше время все что угодно. Оранжистов может быть хорошей камерой. Я думаю. Тут нет ничего. Противоречивого нет ничего. Но проблема в другом. Я пытаюсь понять зафигом... Вот тот, кто делал это, тот, кто это делал, зачем он так хорошо снимал? Понимаешь? Да. Да. Вопрос зачем? Ну, понятно, чтобы дискредитировать... Цель. Ну, понятно, его и запустили раньше выборов, чтобы дискредитировать движение протестное. Что они, мол, готовы, они уже готовятся и снимают фальшик. Фальшак. А если правда они снимают фальшак? Кто видел эти ролики? Позвоните нам. Значит, они правы, плохие ребята. 7-8-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Объясните мне, дураку, как можно голосовать в неизбирательном участке, Сергей спрашивает. А очень просто, надо открепительное взять. 7-8-8-107-0. Можно и закрепительное? 7-8-8-107-0. А Лара, так же сказаться больным. Алло. Да, здрасте. Алло, доброе утро. Вы видели эти ролики? Смотрел вчера ролик. Да, скажите. Смотрел вчера вечером ролик. Снят гадски хорошо. Гадски хорошо снят. Ой, слушайте, но с первых, вот, с первых пяти секунд понятно, что это подделка. Во-первых. То есть, вот видно, что это подделка. И тогда, и тогда, и тогда. Игра фальшивая. Игра фальшивая. Да. Но вот, вы знаете, как бы, кто был замечен во всяких дешевых провокациях больше всего? Нет. Вот кто занимается дешевыми, вот, беспортовыми провокациями? Нет. Можно сразу сказать? Можно сразу сказать? Можно сразу вам сказать? Дрежение наше. Подождите, стоп. Дрежение России молодого. Нет, нет, нет. Подождите, подождите. Молодая гвардия. Подождите, подождите. О-о-о. Вас виден партиец. Подождите. Я вам скажу. Дешевые. Слово дешевые давайте исключим, потому что сняты хорошие телекамеры. Дешевые, давайте это в отношении не материальной базы. Да, да, да. То есть, вы негативные отношения выражаете словом дешевые. Послушайте. Сняты хорошей камерой. С хорошим, охренительным объективом Кэнон. С охренительным объективом Кэнон. Понятно, да? Снято нежно. Фокус где надо. Фокус уходит где надо. Снято профессиональным, толковым оператором. Просто я вам отвечаю. Я же вижу съемку. Ну. Нет, ну там сделано все намеренно, что как будто бы это снимается там на мобильной телефоне. Ни фига нет. Вот это вы правы. Нет, в этом вы правы. Четыре секунды верится в то, что это снимается. Нет. Я сразу вижу. Все наплывы, вся оптика. Оптика такого не бывает на мобильном. Это оптика хорошей камеры. Ну, это вопрос просто к профессионализму вообще. Да, 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 да. Спасибо, спасибо, спасибо. Слушайте. Значит, этот ролик, который... О нем сказал Чуров, кстати. Что уже существуют ролики о нарушении 4 марта. Вероятно, Чурова ознакомили с этим. Я хотел бы так же... Ну, Чуров сам говорил, что он слушает нас. Я хотел бы так же сказать Чурову, что это не... Это сделали люди, которые, может быть, просто резвились, но при этом с хорошей оптикой. Да, да, с хорошей. Ну, вот дискредитация в любом случае с обеих сторон. Офигенская оптика. Где он? Где этот ролик? Почему я его смотрел сегодня во время подготовки? А где он? А знаешь, что мы сейчас сделаем? Что? Мы сейчас на минуту уйдем на рекламу, я его поищу лихорадочно. Я его только что смотрел. Подъем. Сергеем. Даренко. На РСМ. Слушай, значит, проблема в том, что на меня какой-то вирус сразу. Бест. Онлайн. Вот вам ответ. Сурвей, сайт, ком. А вот вам и ответ. Вирус. Что? Вирус вылетел на меня. Давайте не будем... Пожалуйста, вы победитель. Поздравляю, вы победитель. Пожалуйста, выберите приз, введите свой адрес в электронной почте на следующей странице, чтобы претензии... Знаешь, что я сделаю? Я сейчас сделаю. Ребята, ребят, я сейчас сделаю просто вещи. Я перезагружу компьютер просто. В ноль сейчас. Потому что этот самый при наборе вот этого ролика как бы у меня выскакивает... То есть мне надо грубо... Я сейчас попробую грубо. Шатдаун просто выключится. Сейчас попробую выключиться. Опа. Аппликейшн сафари канцел от шатдаун. То есть теперь из-за этого ролика у меня не форский... Ну, не надо его смотреть, Сергей Борисович. Ну, не в этом же дело глупое. Так это же вирус. Этот вирус запрещает мне выключить сафари. Ты поняла, что я сказал? Ну, да. Да, то есть он меня заблокировал компьютер и запрещает мне выключить сафари. Что будем делать? Что будем делать? Да, дальше работать. Ну, у меня есть вот... Работать будем. Это по поводу голосования. Это, собственно, по технической части хотите... Найдем, найдем этот ролик. Нам присылали ребята просто... Ребят, пришлите ссылку о какую-нибудь, такую, без вируса, а? Потому что у меня только с вирусом, к сожалению. Вот здесь, да? Но у нас здесь нет звука? Нет, звука нет. А ссылку, вот эту, бросьте мне. YouTube Watch V, вот этот, Share, вот этот. Простите, мой компьютер можете включить. Нет, 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 ты займись, пока я лопочу, я лопочу губами. Ля-ля-ля-ля-ля. А вы мне бросьте эту ссылку, вот эту. Вот, которая сейчас открыта, видите? Блесификация на выборах в Москве. За избирателей уже проголосовали. За избирателей уже проголосовали. Понятно, да? Вот мне нужен этот ролик. Без всякого, без всякого вируса. Смотри. За избирателей. Ох, ты меня еще... Вам на Gmail бросить? Да, 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 Gmail. Google Talk. Google Talk. Google Talk. Молодец. Спасибо. Где ты есть? Анастасия Ножка. Ну, что? Я же отправила, нет? А, вижу, вижу, вижу. Спасибо. Я просто хочу со звуком ребятам, нашим слушателям, воткнуть эту историю, понимаешь? Звук похож, да, там. Все, 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 готово. Давайте на второй микрофон. Сейчас я буду высасывать с компа. Черт, они меня туда вирусов набросали. Вот мерзатцы, подонки. Так, хорошо. Секунду. Выводим звук. Вы не шумите, пожалуйста. У нас есть. Не шумите. У нас есть другой супер. Это ролик, якобы готовятся ролики. Вероятно, готовятся ролики. Нет, они готовятся, потому что мы... Нет, ну не надо отвечать. Правильно. Я приглашу Милицию. Очень замечательно. Вы кто такой? Вы кто такой? Я председатель избирательной комиссии. Очень замечательно. А что произошло? Какая ошибка? Посмотрите, вот мой паспорт, правильно? Сравните, что там написано. Как вам модно. Посмотрите. И сравните сюда, видите? Правильно, все, видите? А здесь моя роспись уже стоит. То есть, получается, я уже проголосовал. Это вызмутите? Я вас не понял. Извините, произошла небольшая накладочка. Да, это ваша, это карусель, понимаете? Какая накладочка? Какая карусель? Ну, понимаете, приходите, люди из-за меня. Внес нас не в ту строку. Так. Давайте вызовем милицию, комиссию и будем разбираться. Нет, а вот это, как вот эти... Почему как на у вас? Извините, разобьем. Это вот эта драка пошла, как будто карусельщицу поймали 4 марта. Уже готовые ролики, которые должны всколыхнуть интернет. Еще, еще, целая серия роликов. Это целая серия роликов. Комиссия якобы ставит 4-го числа, комиссия якобы ставит галочки за Путина. И их поймали. Только что я заснял, как член избирательной комиссии заполняет лютением. Что же это сделать? Что же это сделать? Что же это сделать? Стойте! Стойте! Стойте, стойте! Драка. Мы подъезжаем к школе. В каждой школе по несколько участков. Бывает 2, 3 или 4. Наша с вами задача – проголосовать на каждом. На участках подходим только к столам номер один. Никаким другим столам мы не подходим. Это понятно? Да, это я. Я хочу обратить внимание на русский язык всех участников. Он южный. Да. Он южный. Это снято или в Ростове, или... Ну, это Ростов, вот, может быть, кстати говоря, может быть, юг Черноземья здесь, вот, Курск, Белгород. Но едва ли. Это очень южный. На столе номер один предъявляем свой паспорт. В паспорте будет специальная отметка. Вам надо убили тень, несмотря на то, что фамилия. Слышишь, да, украинизмы. Да, конечно, слышно, слышно, да. Паспорт, вот это вот, с давлением на ударный слог. Они совпадают. Откуда эта отметка? Я сейчас закончу данные клейки. Вы их приклеите в паспорт, на страницу с фотографией. Фотографию. Потом снимите легко, уже какие-то садовки. Ставрополь, Ростов, Кубань, юг Воронежа. Воронеж, это, может быть, не Воронеж, едва ли. Хотя Воронеж, может быть, может быть, Белгород, Курск. Может быть, вот это говор, говор украинский. Останется наклейка вот такая. Он раздает. Ну как? Получаем бюллетень. Идем в кабину и голосуем. Ставим галочку напротив номера пять. То есть голосуем за Путина. В кабинке обязательно берем телефон и фотографируем, как мы проголосовали. Это очень важно. Если не будет фотографий с каждым участком, денег он не заплатит. Обходим участки в школе, возвращаемся в машину, показываем фотографии, получаем следы. А сколько денег? За одно голосование пятьсот рублей. Сколько денег? Вот это фальшак. Это фальшак. Это фальшак. Да. Они уже подъедут. Это фальшак, потому что... Но ведь все говорят, что это фальшак. Теперь только вопрос в одном. Кто делает фальшак? Смотри, это фальшак, потому что здесь как бы рассказано все. А еще моя мать была непотребной женщиной, кто-то должен выкрикнуть оттуда сзади. А еще я хотел сказать, я хотел доложить, моя мать была непотребной женщиной и делала то же самое за стакан пива. Ну и так далее. То есть надо признать, что фальшак сделан со всеми признаками грубого фальшака, такого паскудного. А кто его делал? Фальшак дискредитирует на самом деле обе стороны, Сергей. Как парадоксально. В любом случае. Можно подумать, что это делали одни. И тогда мы плохо будем думать о них. Значит, смотри. Участники интернета, которые поддерживают премьер-министра, кандидата, они считают, что это сделал Навальный. Навальный, которого научила Америка. Вот здесь в комментариях написано, что прям вот воняет как бы Навальным от этого. Воняет Навальным. А другие считают, что это сделали, наоборот, провластные молодежные движения с целью дискредитации любого братья. Любого оранжистов. Да. С целью дискредитации подготовки. Вот, дескать, оранжисты работают по учебникам, вот они заранее все готовят. Я в затруднении, потому что это сделано как фальшак. Это сделано как фальшак. И это сделано нарочито фальшиво. Понятно, да? Да. Чуть-чуть с перегибом. Вот они уже подъехали к школе, к школе, и человек спрашивает, а сколько денег? Он знает, сколько денег заранее. Да. Он знает заранее. Понимаешь, да? Если он пятый раз спрашивает, сколько денег, то он просто идиот. Но он не идиот. Он знает, на что он идиот. А теперь, оказавшись в машине, в школе, ему дают уже белую отметку какую-то специальную. А он только спрашивает, сколько денег. Значит, он шел до этого и не знал, сколько денег. Но он настоящий кретин. Он настоящий кретин, патентованный. Хотя, ну, это не обязательно. Поэтому, поскольку это сделано нарочито, как фальшак, могли же сделать обе стороны. Да, могли. И в любом случае дискредитируют обе стороны. И мы допускаем, что самое интересное, да, с равной степенью вероятности, что это сделали как одни, так и другие. Абсолютно. Анисирование совершенно не осталось. Верить некому. Верить некому. Ты хочешь голосование? Я хочу, конечно. Ну, давай. Тем более, что у нас есть минуты. Мы сейчас... Пока Лев Быстров... Знаете, у нас вот короткая какая-то совсем... Ну, в смысле, я не буду говорить Леву Быстрову. Договорились, я уже в движении скажу. Не короткое голосование, а короткое анонсирование. А вы проголосуете. Вот этот ролик, который фальшивый, ну, он фальшивый, очевидно фальшивый, потому что 4 марта еще не было. Он фальшивый. Вы думаете, что его сделали оранжисты? Оранжисты. Давайте, вот просто по терминам не спорим, а просто вот оранжисты. Да, 916 и силы протеста. 916, 55, 81. Они это сделали. И их разоблачили, слава богу. Нет, это сделали, чтобы дискредитировать. И их опубликовали. Значит, чтобы дискредитировать оранжистов, это сделали как раз те, кто им противостоят. Вероятно, люди провластно ориентированные. 916, 55, 82. Это сделали оранжисты, их разоблачили. Паскудников. 916, 55, 81. Это сделали провластные люди, люди антиоранжистки настроенные, которые хотят дискредитировать любые акции протеста, заведомо заранее дискредитировать все подобные ролики. 916, 55, 82. Ну вот, когда будет движение, я вам скажу результат голосования. Погнали. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. 953, Лев Быстров, торжествующий весь зеленый. Лев, здравствуйте, как вы? Добрый день. Ну, на самом деле, торжествовали мы уже вечером, потому что днем мы ушли вниз. И вниз в среднем до 1,5-2% по бумагам. По индексам, конечно, немножко скромнее, чуть более 1% потери. Но сегодня у нас, видно, задел есть с вечера. Я так сосредоточен на Нью-Йорке, честно, что я вас днем, простите меня, милостиво, не наблюдаю вовсе. Ну, с 19.00 до 23.50 российский рынок движется в ритме всего остального мира. Да, да. Ну, это прекрасно. Ну, и на самом деле, мы видим, что к утру у нас чуть-чуть снизилась волатильность. Рост, в принципе, будет продолжен, по всей видимости. Но насколько он будет долгим, пока что сказать нельзя. Всегда будет ждать открытия Европы и очередных новостей с Америки. 1,3469 доллар в диапазоне. Вчера был 1,3443, что ли, а позавчера был 1,3473, а сейчас 1,3469. Там, в диапазоне, сидит там. Спасибо. Лев, завтра звоним вам. Погнали. Подъем. Единая электронная торговая площадка. Госзакупки. Андрей Черногоров. Андрей, здравствуйте. Как у вас в госзакупке? Доброе утро. Здравствуйте. У нас в госзакупке позволяет выиграть заказ, в принципе, по всей России, поэтому мы сегодня подготовили лоты по географии. Да. У нас в Центральной России поставка номерных знаков в ГИБДД в Ярославле на 11 миллионов рублей. Ага. 17 пианино в музыкальной школе в Москве 10 миллионов рублей. В Сибири плодово-ягодный сок в Уф-Сим по Иркутской области 4-5 миллионов рублей. На Урале школьный автобус в Тюменской области 78 миллионов рублей. И на Дальнем Востоке автоцистерны в Хабаровске 30 миллионов рублей. Ура. Спасибо. Это был Андрей Черногоров. Единая электронная торговая площадка. В Движении. Подъем. Русская служба новостей. В Движении. В Движении. Я обещал вам голосование. Голосование. Вот заканчиваю его в данную настоящую секунду. Жму. Опа. У нас тысяча человек проголосовало. Ты очень-очень живое участие в голосовании. Значит так. Это. Этот ролик. Ну там серия роликов смонтированы в один ролик на Ютьюбе. Это. Эти ролики. Созданы оранжевыми действительно. Оранжистами. Которые готовят. Готовят море таких роликов заранее. О якобы случившихся нарушениях. С целью выложить их 4-го, 5-го. И выложить их всюду в интернете. Это готовят оранжисты. Заранее фальшак. Оплевывая собственную систему голосования. 20,4%. 20,4%. Очень много людей, Сергей, пишет, что никакой не Ставрополь, а все это на Украине. Разные люди одновременно пишут. Это все по сильной помощи. От тех братьев украинских. Украинцы делают, да? Как будто дамы. Выговор такой у людей там, у всех, у всех людей. Выговор такой, что это как бы честно сделано, вот я очертил, да? Ставрополь, Кубань. Ставрополь, Кубань, Ростов-на-Дону. Ну, вот все-таки пахнет, пахнет, сильно несет. Или восточная Украина. Луганск, Донецк, Днепропетровск, Харьков. Вот это вот. Значит, это выговор сильно не русский. И именно по ударениям даже. Ударные слоги выделяются по-другому. Редукция О в А иная. Там редукция гласных иная. Мелодика языка другая. Это сделано либо Кубань, Ростов-на-Дону, Ставрополь, либо это сделано Харьков вот здесь, от Харькова до Запорожья и Донецк-Луганск по речи. Слушайте, значит, 79,6% считают, что это скорее провластные силы делают с целью дискредитации любого протеста, с целью дискредитации подобных роликов, которые возникнут потом уже настоящие. Чтобы заранее, заранее люди понимали, что это все дискредитировано. Так считают 79,6%. Сережа, пастушок, поиграй, поиграй. Ранья, друг, Сережа, себе вредно дорожок. Подъем. Десять часов, три минуты, среда, 29 февраля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Русская служба новостей. Анастасия Аножко, ведущая программы, здравствуйте, Настя. Здравствуйте, все доброе утро. Компания «Космос» осуществляет строительство тоннелей и дорог на Ленинградке, Волоколамке, Академической и Балтийской улицах. Всем иногородням из регионов приказано прибыть в период 4 марта на рабочую смену в Москву. В Москву все должны явиться с открепительными, голосовать, голосовать, как прикажут, сфотографировать впоследствии результат на телефон и отчитаться, показав фотографию. Вы пишете тоже, да? Да, но это на СМС, да? Компания «Космос», это пишет нам 65-е. Русновости.ру, сайт, задайте вопрос в прямой эфир, там зеленая такая большая кнопка, нажимайте на нее и заполняйте, присылайте. Я все это выписываю. Присылайте, пожалуйста, мы выписываем, мы звоним, мы звоним. Вчера была парикмахерская, одна клиентка рассказывала, что все сотрудники управы ЦАО берут открепительные по два дня от ГУЛа, а заключит акт ни при каких обстоятельствах перед камерой не пока... Секундочку. Сейчас, ЦАО берут... Сейчас, подождите, у меня длинное очень сообщение. Перед камерой не показывать, на митинги ходить обязательно, по указанию руководства, больничные не принимаются, только справка о смерти, ничего себе шуточки. Управа ЦАО, значит, подождите, два от ГУЛа. А, заключительный вот этот протокол, который нужно поднести к камере в конце, ни при каких обстоятельствах этого не делать. То есть за это, если накажут, то не сильно. Не поняла еще раз, что нельзя делать? Они должны сделать протокол в конце, посчитав голоса. Да, большой такой, да. Чуров утверждал здесь, в нашей студии, что они обязаны будут показать его камере. Да. Ну, не просто мелькнуть там, да, или взмахнуть, будто цыганка в фламенко, а поднести и показать. Да, да. Я говорил Чуров, это обязательно. Потом в тике должны они сосчитать и опять поднести и показать. Как будто бы, как будто бы какая-то женщина в ЦАО, из управы ЦАО, сидя в парикмахерской, рассказывала подругам и знакомым женщинам, что в парикмахерских это водится, это так. Да, конечно. Она, значит, рассказывала, что им сказали, что вот это вот заключительный протокол под страхом смерти никуда ничего не показывать. За это накажут, что, дескать, в первый раз, ну чё ж, ну вот, ну как же вы лопухнулись, ну вообще удаете. Ну, может, выговоры удадут. Но не сильно. Но не сильно. А если покажешь в камере, то сильно накажут. Вот как. Вот такая вот якобы тема. Не знаю, может быть, тоже провокация. Не знаю. Так, на Ногатинской в сторону Варшавки встали трамваи и движение. Встала и трамвай встал, и движение встало. Притом не остановилась, а именно встала. Как интересно, правда же? От Геленджика до Балашова, если не подделка мелодики. Вот. Можно пригласить на РСН героев прошлых роликов. Эти ролики сделали сторонники. Не буду читать, не надо, не надо. Чтобы потом не верили настоящему ролику. А мы уже это обрисовали, ситуацию. Говорите, пожалуйста, на хорошем русском языке. Хватит уже дерьма, говорит. Говорит 0-1. Вы знаете, как бы это вам сказать получше? Я попытаюсь. Я всё время совершенствуюсь. Сразу после воскресенья? Я совершенствуюсь? С понедельника? Нет, скажи, я совершенствуюсь. Конечно, бесконечно. Бесконечно совершенствуюсь. Конечно. Другой раз, конечно. А если телефон без камеры? Что это значит, телефон без камеры? Ну, бывают такие телефоны, Сергей, ещё в ходу. А где вы взяли такие телефоны без камеры? Без камеры? Я видела. Ты что? Я у себя в шкафу недавно нашёл... Нокию как-нибудь. Нокию Е61 с клитором. Ой, и что, там камеры не было? И там есть камера? Ну, надо выковырять её, значит, предварительно. А потом... Знаешь эту модель, которую ковыряешь, такой палочкой, стик такой? Да, такая мышка была и у этих самых... У компьютеров, ноутбуков. Да? Были компьютеры с клитором, да? То есть, в смысле, ну, так называется в народе. У меня тоже такой был, я не могла на нём, после того, как мне один товарищ сказал, работать. Чуть позднее. Пришлось мышку присоединять. Зачем вопрос? О-о-о! У-о-о! Эксперенс. А, простите. Простите, пожалуйста. Ничего. Так, хорошо. Заставка к программе Чурова звучит издевательски. Безусловно, нет. Сам Чуров просил здесь, находясь здесь, дать эту заставку. Именно это его просьба. Именно вот ровно... Несколько раз повторил и напел. Он сам напевал, да, сам напевал. Он сказал, что это как раз отличало прежде его программу. Это его как бы позывной. Вот как Серёжа Пастушок, а у него вот мы выбираем, нас выбирают. И очень подходит. Так, рассказывай мне про огорчение в связи с Чуровым, потому что мы сейчас ему будем жаловаться. Спасибо. Поехали. Значит, слушайте, Настя на прошлых выборах пришла за три там дня до выборов сюда, в Москву, на избирательный участок, и вписалась в избирательный список. В дополнительный список. В дополнительный список. Да. Так можно, это позволяет закон. Без открепительного. Мы это, без всякого открепительного, внимание, внимание. Работающие с семьями не имеют возможности ехать за 20 тысяч километров. Без открепительного. Вы поняли, что я сказал. Без открепительного. Да. Здесь, когда находился Чуров, председатель Центральной избирательной комиссии, здесь в студии, он сказал, это правильно. Вы можете пойти и без открепительного вписаться в избирательную комиссию. С паспортом. С паспортом. Я задавала уточняющий вопрос. Можно это сделать? Да, можно. А что будет делать тогда, избирать на комиссии, если я успею потом еще по месту жительства? Спросила Настя. Такой уточняющий вопрос. Да, я спросила, если в два участка было. Система увидит, он говорит. Он сказал, система увидит вас, и система запретит вам больше, чем в один участок входить в дополнительный список. Вам с вами свяжутся, уточняют, где вы будете голосовать. Абсолютно верно. Да. Значит, это сказал Чуров здесь, находясь в соседнем с Настей креслом. Все больше людей жалуются нам, что мы ввели их в заблуждение. Мы, я, Настя и Чуров, мы втроем ввели в заблуждение людей. Они идут, хотят вписаться в дополнительный список. Им отказывают. Им отказывают. Есть ли подобные примеры? Через минуту. 7-8-8-1-7-0-0. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Десять часов, одиннадцать минут. Ну, че, все теперь обсуждают этот Е-6-1. Спокуха. 7-8-8-1-7-0. 7-8-8-1-7-0-0. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Вот вам мой добрый. Вот, пожалуйста, видите, кто-то перегрыз провод. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Александр. Вы ходили вот так в дополнительный список вписаться, да? Ходили, да, вписываться? Да, да. И удивительно, меня вписали, вернее, мою жину вписали сразу же. Единственное, сказали, что не в течение трех дней, не за три дня до выборов. А почему-то сказали, что вчера был последний день. Вчера был последний день. За семь, послушайте, да, есть объяснение. Есть объяснение, стойте в линии, оставайтесь в линии, у нас есть объяснение. Есть два закона. Есть один федеральный закон о выборах, там не позднее, чем за три дня. Есть отдельный закон о выборах президента Российской Федерации, статья 27-я. Там написано, не позднее, чем за семь дней. И они, сказано в законе, могут включить. Могут включить. Да, и таким образом мы в ловушке все, да? Да, заявление у нас приняли и сказали, что по дополнительному списку все возможно будет сделать. Спасибо. Слушайте, я, бомж без регистрации, пишет 27-й. Могу ли я проголосовать? Да, можете. Так, ну рассказывай. Есть специальные... Слушай, ты пойдешь в Чурову у меня работать, ей-богу, потом. В своей как-то изучила все знаки, знаете, статьи. Это было несложно. Несложно, да? Я пока только два, да, прочитала. Я, соответственно, ПТУ не закончил? Федеральный закон номер 19. Я не могу вас догнать, вас Чуров. Федеральный закон номер 19. Вот когда я закон, закончу, соответственно, ПТУ, я вас с Чуровым догоню и обгоню. Я вам отправлю письмо по Gmail, и вы все узнаете. Куда поступить? В какое ПТУ? Нет, в тех законов. А, давай. Хорошо. Ага. Так что там? Да, так вот, ну вот и все, что получается. Так скажи еще раз, он бомж без регистрации, мы бомжи не понимаем, что ты сейчас сказал. Да, должен обратиться в центральную избирательную комиссию, есть специальный офис, где лица без регистрации имеют право голосовать. Идите туда. В ЦИК позвоните, как вы бомж с мобильным телефоном. Есть специальный, да, для бомжей специальный центральный офис. По-нашему, бомжевата, позвоните в ЦИК и разберитесь, есть какой-то специальный участок. Больше того, на своем телефоне сейчас наберите в этом самом, в Яндексе, там, в Гугле. Прямо, прямо вот посмотрите, и все у вас будет. Господи, что что... Подарясь ли не позвоните, узнаете. Сегодня иду регистрироваться в дополнительный список, завтра доложу, пишет нам Олег, 71-й. Олег, ждем, 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 да. У меня было ровно так на выборах в Думу, 99-й. Как? Плохо или хорошо? Вы сейчас договоритесь, что я пойду голосовать, говорит Филиппок. Обязательно. Филиппок, я вам признаюсь, я вам признаюсь, я вам признаюсь, абсолютно страшная вещь, Филиппок. Я вот так вот кудахчу, кудахчу, я так кудахчу, что я сам скажу про голосование. С чего со мной не было, с 3 июля 96-го года. 3 июля 96-го года я последний раз голосовал против всех. С тех пор мне не доводилось голосовать ни разу, Филиппок. Но я вот так докурлычусь, докукарекаюсь, что я сам пойду голосовать. Правильно, правильно, надо, надо. Бомжи голосуют на центральном телеграфе, говорит, 77-й. Да, товарищи бомжи. Знает полк. Да, да. Ладно? Да. Надо было еще напивающего Чурова вставить в эту заставку, говорит Сергей Задинцова. Какие еще несчастья с вами происходят при регистрации? Расскажите нам по телефону 788-107-0. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, это Сергей Доренко, да? Да, да, есть такое. У меня такой вопрос. Вот смотрите, если нас видит система, которая, где мы голосуем, смысл тогда в этих открепительных... Вообще никакого. Вообще никакого. То есть она нас видит. Получается, это правительство нас хотит запутать, чтобы лишние голоса... Нет, я объясню. Существует параллельно, как бы еще не умерла... Понимаете, как вот мы с вами прекрасные молодые люди, да? А еще есть старики, которые не умерли, и мы вынуждены с этим мириться, с отвращением. Понимаете? Значит, здесь существует две системы. Одна архаичная, другая новая. И они сосуществуют, презирая друг друга. Понятно. Но почему нельзя сделать одну систему для того, чтобы предотвратить вот эти вот фальсификации на выборах? Я вам объясню. Потому что вчера мы с вами говорили о том, что военкоматы поставляют программы для Пентиума 133 МГц. Для Пентиума. Значит, которые прекратили выпускать в 97-м году. Потому что страна такая. Мы же страна пещерцев. Мы в пещерах сидим. Вы понимаете, да? Можно? Добро пожаловать домой. Дайте секундочку, Настя, вопросы. Нет, да, да. Я технику, смотрите. Нам Андрея пишет. Ну, пещерная страна, пещера, страна пещерная. Мы все в пещерах, в пензенских пещерах. Кроме Москвы, Москва. Кто успевает посидеть в пензенских пещерах, те в пензенских. А Москва сидит в бетонных пещерках, которые называются квартирами. Да, поехали. Андрей пишет. Взял открепительный, еду отдыхать в Дубае. Хочу проголосовать там. Там информация для всех, кто окажется за рубежами нашей Родины 4 марта. Спокойно, без открепительных, это со слов Чурова, идете в консульство, или где у вас там ближайшее представительство, и голосуете там. Без открепительных. И можно не заранее ничего не... Сказал Чуров. Сказал Чуров. И дал мне такую вот на 30 страниц какую-то брошюрку, которую я читать не стала, естественно. Потому что я не нормальный человек, не будешь. А что я не понял, ты пренебрегла? Ты пренебрегла. А я не могу, зачем мне придираться? Мне нужен подбуллет, который написан будет. Можно голосовать без открепительного, и все. Что мне еще нужно? Мне больше ничего не надо. Я читать эти законы очень сложно. Смотрите. Давайте. За рубежом голосуем без открепительного. Все, кто, кому отказывают в постановке в дополнительной списке, берите письменный отказ, пока не поздно. До четверга, до 19 часов, до завтра, не поздно это сделать. Берете письменный отказ, сканируете, присылайте мне в блог на русновости.ру. А ты будешь войну вести. А я буду вести войну. Настя будет вести войну. Будем брать комментарии. Еще, еще, еще. Еще, еще, еще. 7, 8, 8, 107. Да, да, да. Еще пишите мне на фейсбук. Я примерно раз в месяц читаю эту почту. С отвращением. С отвращением. С отвращением. С отвращением, да. Пишите мне в фейсбук. Обычно туда приходят по 60 писем. Верхний из них три. Я читаю раз в месяц. Здравствуйте. Слушаюсь. Алло, здравствуйте. Да. А вот вопрос такой. А что вот делать, если мне 45 лет исполнилось, а паспорт у меня в милиции на переоформлении? Опа. Вы берете справку. Нет, вам выдали справку. Вы сдавали паспорт, вам справку дали, правильно? Да, да, да. Вот за справку идете в любой уик и ставите дополнительный... Договорились? Угу. Все понятно. А ножка чумовая. Какие-то вещи открываются. Я про тебя такого не знал. Настюха. Настюха. Я рада, что у меня удалось с вами. Настюха. Все еще. Есть вообще какие-то дела, где-то открываются в тебе какие-то совершенно неизвестные... Это у меня от мамы. Это у нас такая. Ты знаешь, подожди, подожди. Рано, рано, рано. Это когда ты будешь Оскара получать, ты скажешь спасибо маме. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Давайте. То, что касается вот по поводу этих предстоящих выборов, тут у меня вчера интересную историю рассказать. Давайте историю. Я встретился со своим партнером, он работает в госкомпании. Да. И он задает мне вопросы. Вот, ты знаешь, нам, у нас придумали полным составом вывести на эти выборы. Ага. Но сделали какой-то хитрый ход конем. Каждый написал заявление о том, что якобы он работает на производстве. Так. И в силу того, что он не может отвлечься от этого производства на следующий срок. А в конце устанет. Вот. Он должен проголосовать на определенном участке. Этот участок им определили в Стракино. Мило. Вот. Исходя из этого, соответственно, они полным эшелоном будут туда ехать, включая своих, так сказать, надзирателей. И вот мы долго с ним удивлялись. Он меня спрашивает на вроде Саша, а как же, я в кабинке же должен крестик ставить, никто же рядом не должен на кабинке. Как же меня проконтролируют, что мы будем голосовать за правильного депутата своего. Вот. И мы до сих пор с ним не разгадали. Вот в чем секрет именно. Как это... А сейчас, скажите, а сейчас с ним то же самое, что было с ним перед 4 декабря, или нет? Ну, вот сейчас как раз его на привиденские выборы их и везут. Стракино. А можете, пожалуйста, добренький, нам дать номер участка от него? Просто киньте нам смс-кой, ладно? Если да, я у него запрошу. Сошлитесь на тот разговор, скажите, говорил в подъеме с Даренко, передайте телефон, передайте номер участка, ладно? А вот нам... Спасибо, спасибо. Спасибо большое, спасибо. Значит, там какую-то группу большую сотрудников везут в Стракино на специальный участок какой-то. Сергей, вот вы не видите, а нам тут столько одних автобусных троллейбусных парков, Сергей? Сергей, как вы не понимаете, что в компьютере нельзя приписать нолик? Как можно использовать открепительный? Я готов, я был членом комиссии, наблюдателем. Дозвониться к вам нереально, черт, извините меня, пожалуйста. Ну, подождите, ну, дайте мне, дайте еще, дайте еще. Кто? Какие троллейбусные парки? А я сейчас могу отдельно вам списком прислать и зачитаем. Хотите все подряд, речитативом? Да, да. Одними этими парками, мне кажется, можно выбрать, кого... Подождите, ну, найди, найди, мне просто найди, я сейчас хочу читать. И сейчас я вам открою. Дай, 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 кнопка мыши будет отпущена, когда откроется соответствующая кнопочка. Что это вам мне пишет? Дайте я вам открою, вот я береговому нашему редактору шлю. Да. Вот, сейчас мы... Давай. Вот подряд все, и вот прям сверху вниз. Тихо, поехали, тихо, 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 сейчас ничего не говори. Все, я работаю в общественной приемной, Анастасия Ножко вообще. Что за жизнь вообще? Ужас, дожил. Я вам помогаю. Дожил. Нет, спасибо всем большое. Спасибо, спасибо. Пятый троллейбусный парк 4 марта будет голосовать на работе, сказал слушатель. Госучилище 37 на Агинск тоже будет голосовать на работе, заставили всех прийти. В ГУП Мосгаз гендиректор Гасан Гаджиев лично проверял форму одежды перед митингом 23 февраля. И они идут... Нет, там дальше продолжение. На 4 марта намешано голосование служащих Мосгаза на нескольких участках. Обещано по 3 тысячи. Сейчас будем разбираться. Автобусный парк номер 7 Москва. Тоже идет это самое. Дальше. Видное 1300 человек. Москокс. Москокс. УАО. УАО Москокс. Видное. 1300 человек заставили написать заявление о голосовании по месту работы под угрозой увольнения. Организовали участок номер 3358 прямо на работе. Город Пермь. Завод Камский кабель. Четвертого все выходят на работу. Голосуют только на заводе. Около 3000 человек под присмотром начальства. Второй троллейбусный парк. Тоже на автобусах. Едет на выборы. Сказали при себе иметь паспорт. Как все пройдет, постараюсь вам рассказать. Четвертого реально работаю. Люберецкий электромеханический завод. Четвертого марта сто человек везут в Тушино из Люберец. Платят 2500 рублей. Люберецкое газовое хозяйство везут в Фили. Только с Люберецкой пропиской. Если люди боятся увольнения, значит они как специалисты из себя ничего не представляют. Это не по теме, но... Не представляют, да, боятся. Значит они липовые специалисты. Московская областная поликлиника номер 2. Давно уже пришли и собрали заявления на открепительные. Сказали, что будут голосовать все вместе, всем коллективом. Но не в поликлинике номер 2, а в поликлинике номер 3. Повезут в поликлинику номер 3. 16 автобусный парк заставляет писать заявление на 4 число о том, что будут голосовать по месту работы. А на самом деле собирают всех, кто не на работе. И повезут куда-то на север Москвы. Могу рассказать подробнее, но не могу до вас дозвониться. Ребята, вот смотрите, вы не можете дозвониться, да? Я вижу, я понимаю. Это очень трудно. Потому что у нас линия, там... Всего 3 канала. 3 линии, 3 канала. А звонит там сотня тысяч людей. Слушайте, вопрос какой? Простой. Давайте договоримся. Вы пишите. Мы сегодня посадим человека, который будет обзванивать все это. Ну пишите, пишите, сообщайте. И мы составим список просто. И отправим Чурову тоже. Отправим Чурову. Ну да. Ну а почему не отправить? Диво, диво. Я уже сказал так делать, правильно? Чуров, как говорил, как? Да. Так. Да, да, да. Так. Но он скажет, что ничего незаконного в этом нет. Я заранее предвижу вас. Почему незаконное? А как нельзя назвать незаконным предложение проголосовать на работе? Не знаю, короче. Предложить вы можете? Дуся, все, что хочешь, можно. Да. Просто нужна явка, иначе будут сидеть дома, говорит 65-й. Блин, сколько стукачей, говорит 57-й с неудовольствием. Особенно в автобусных парках. Мосфундаментстрой. Мосфундаментстрой. Шесть. Голосуют на работе бесплатно. Ничего денег не дают. Просто велено всем прийти, проголосают на работе. Мосфундаментстрой. Так вот это вопрос. Это явку они делают? Да. А? Или нет? Или они действительно будут требовать какого-то результата? Что все будут проверять? Не читай окончание номера, мне говорит человек. Не читай окончание номера. Не читаю. В управ делами президента вывесили схему проезда на нужный участок. Номер телефона не читает. Не читаю. Работаю в госкомпании. Никакого давления по голосованию на выборах. Компания одна из первых. Госкомпания. Важная компания. Никакого давления нет. Полноте все дело в тике. Централизованный подвоз к избирательным участкам запрещен, говорит нам 83-й. Настя супер. Привет, слепры. 84-й. Чур тебя, чур меня, чур нас всех, говорит 83-й. Это разные 83-е, кстати, чтобы вы понимали. Разные 83-е. Один 903, другой 916. Так, обзор печати, погнали. Подъем. Обзор печати. Анастасия Ножко. Да-да-да, делаемся. Арбейтон. Арбейтон. Дарькин больше не губернатор Приморья. Он последние несколько лет был там, на Дальнем Востоке, ректором, одним из ректоров Дальневосточного федерального университета. Вот сейчас он исполняет обязанности, интервью с ним берут известия и свою главную задачу на этот небольшой, видимо, короткий период, а может быть и длинный. Мы не знаем, кого сделают губернатором Приморья, он видит в декриминализации региона. При этом есть уже комментарий Дарькина о том, что он не видит ничего особенно криминального в собственном регионе, говорит, не отличается ничем от остальных. Ну, другие новости у нас Суходольского, на даче у Суходольского обыски, вы помните, это бывший глава петербургской полиции, сам Суходольский за границей. В отпуске, удачно очень, и мы ему рекомендуем скорее возвращаться. Мы рекомендуем забыть про его дачу, ну и нафиг эту дачу, правда? Да-да-да. Просто там, на даче обыски, а Суходольский за границей. Ну, и что, очень правильно. Раская не освободила взяточников от ответственности и дала им право на компенсацию. Вполне вероятно, что более 80 сотрудников 2-го отдельного батальона ДПС ГИБДД Главного управления МВД России по Волгоградской области, которых в прошлом году 80 человек в прошлом году улечили во взятках, будут восстановлены на работе. Мало того, им выплатят компенсацию за вынужденные прогулы, что не может не радовать. Это новое известие сегодня рассказывают. Вот, и после кризиса большинство наших граждан перестали следить за семейным бюджетом. В 2008 году все, значит, принялись ввести таблички, а сейчас все бросили. Но многие не ведут из-за того, что сумма стабильно мала, которую они получают, поэтому ввести табличку смысла нет. Еще есть информация о том, что чиновниц, которых Магницкий все время обвинял в отмывании, в возвращении денег, вот 4,5 миллиарда. Две чиновницы, которых Магницкий обвинял в отмывке 4 миллиарда, переехали жить на постоянное место жительства. Из куда? В Дубае. В Дубае откуда? У них там дорогостоящие, ну из города Москвы. Из Г. Москвы переехали в Дубае. Царева и Анисимова. У них там дорогостоящие летное жилье, а прокуратура не может им в повестку теперь из-за этого вручить. Не может, потому что в Дубае кто же может вручить повестку? Никто. Там может, я тебе скажу, кто. Там вся прокуратура и пасется, там бы и вручили бы. Ну вот как бы. Прям вот как вот на пляж пойдут, так бы и сказали, девчат, давайте мы вам повестку дадим. Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Прокуратура затребовала материалы дела о ДТП на Ленинском снова и снова. Как вы помните, вот в феврале, в этом феврале, с которым мы уже прощаемся, два года было ДТП на Ленинском, да? Два года? Да. Два или год, или год, или год. Черт, а какой-то был юбилей, понимаешь? Прокуратура снова затребовала, снова затребовала. И вот это мучение идет по кругу, это мучение идет по кругу. Мне кажется, уж прости, что богатеи от этого не выигрывают. То есть богатеи от этого серьезно проигрывают, понимаешь, да? Вот если бы тогда наказали водителя Баркова, кого угодно, да? Да, или бы вынесли порицание, что нельзя выезжать на... Не важно, да, 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 понимаешь? Никому. Вот если бы наказали водителя Баркова или как-то там что-то, что-то сделали, и сделали бы меньше количество людей, которые носятся по встречке на основании того, что у них есть бабло, мы бы уже забыли об этом случае. Но мы этот случай не забываем и не забываем и не забудем, потому что они стараются по-прежнему себя выгородить, сказав, что мы гадкие, мерзкие, отвратительные, а они в 600-х Мерседесах хорошие. Ну, хорошо, что прокуратура до сих пор интересуется. Нет, ну, понимаешь, прокуратура интересуется, когда ее там 25 раз пнут. Подожди, интересная вещь. Константин Гурков мне пишет про многодетных твоих. Любишь многодетных? Очень. Ой, как она любит многодетных. Любит Чурова, многодетных и макулатуру. Вот так, да, поехали. Я сегодня побывал... Константин Гурков пишет мне в фейсбуке. Я сегодня побывал в префектуре Южного округа Москвы. Написал заявление на получение многодетной семьей земельного участка. Записали. Записали. Потом сообщили, что участок многодетной семье в Южном округе Москвы дадут не раньше, чем через 5 лет. Как раз малыш подрастет, будет удобнее ездить. Конечно, потому что сейчас малыш ведь ходить не умеет, а там чертополог. Крики в машине, зачем это надо? 190 километров от МКАДа. 190 километров от МКАДа. Без коммуникации, без электричества, без ничего. Но за деньги. Но за деньги. То есть будет так. Раз ты многодетный, то дадут не ранее, чем через 5 лет. Что, землю просто? Землю дадут. За 190 километров, раз ты многодетный, то тебе дадут. Но за деньги. Но без коммуникаций. Поняла, да? Ну вот за сколько? Это еще вопрос. Потому что за сколько? Не, 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 не. А что нужно быть москвичем в 8-м коллеге? Немного, немного, немного. До 50 тысяч за сотку. До 50 тысяч за сотку. Жалкие деньги. 2 тысячи долларов за сотку. 190 километров от МКАДа. 2 тысячи долларов за сотку. Значит, через 5 лет, но без коммуникации, но за деньги. Подождите, за 300 тысяч рублей, получается, это если... 2 сотки. Подождите, нет. А, 5 соток, 6 соток. 6 соток мы считаем, средний размер, да? Да нет, конечно. 6 соток это издевательство. Почему это издевательство? Весь сказ. 10 считай минимум, 15 нормальный участок. 15 считай. Ну, чтобы с огородом. Ну, а как ты жить собираешься? Нет, я собираюсь с огородом делать, обязательно, конечно. Где-то пустишь крокодилов, там, сказать, коневушные и все. Нет, ну давай, 15 соток. Давай. Ну, 15 соток это... Ты за 300 тысяч... 2 тысячи долларов за сотку? Нет, это дорого. Дорого? Дорого, за 200 километров нет. За 200 километров, за 2 тысячи долларов за сотку... Дорого. Родина дает тебе бесплатно участок. Но за 2 тысячи долларов за сотку Родина дает... Нет. За 200 километров, через 5 лет самое раннее... А почему нельзя купить это за день? Я забыла одну очень важную вещь сказать всем многодетным и прочим. Давайте многодетным, пожалуйста. Рожащим. Мы сейчас рассматривают изменить материнский капитал в правительстве, чтобы бывать наличными. Это очень важная вещь в российской газете. Но это только рассматривают. Это еще пока не все не по-настоящему. Но просто вот я информацию забыла, не успела задать. Хорошо. Еще несколько... Вернись еще, пожалуйста, секунду. Бизнес спрятал зарплаты работников. Очень интересная статья о ведомостях. Я хотел обратить внимание. Из-за повышения ставок страховых взносов государство недосчиталось 780 миллиардов рублей. Зарплаты ушли в тени. Больше того, некоторые работники формально уволены, но продолжают работать за кэш. Ну да. Формально уволенные люди. Да, да, да. Понимаешь, еще. Мы дозвонились в 37-й этот колледж Ногинска, только что до директора. И директор сказал нам, что да, он сказал всем быть на голосовании на рабочем месте, но это добровольно. Ну то есть добровольно. А зачем ему это нужно? Вопрос, Сергей, зачем ему это нужно? Что за блажь-то? Вам что за радость? Помните, как вы? Да. Тебе-то что за радость? Зачем директор добровольно сказал всем быть? Вот вы же не даете распоряжение всем голосовать? У нас здесь, ну, в РСН, например. Я был бы испуган, если бы... Это могло бы быть нужно. Я был бы страшно испуган, если бы про меня распустили такую грязную информацию, что я тут кому-то дал какое-то указание. А? Нет. А зачем это может быть нужно? Надо этот следующий вопрос задать следующему какому-нибудь руководителю автобусного парка, который скажет ровно то же самое. Да. Что указание, ну, вот, вот, предложили, а дальше уж как, сами как сможете, приедете, проголосуете. Зачем им это надо? Следующий вопрос. Хорошо, значит, слушай меня, мы сейчас на минуту расстанемся, и потом еще поговорим. Подъем. С Сергеем Даренко на РСН. Мы пробуем дозвониться, нам говорят, что до ЦИКа невозможно дозвониться, там есть телефон. Ну, по горячей линии. Номер 8800-100-14-00. Подожди, вот пару раз прошел длинный звонок, а потом сразу короткий. Вот мы еще раз сейчас набираем. Он нас сбрасывает. Просто, ну-ка еще. Да, просто нажмите. 8800-100-14-00. Ежедневно с 9 до 13, с 14 до 18 часов. Народ звонит. По московскому времени. Страдальческий народ звонит. Бесплатный. Это мы неправильно набрались. Что это мы неправильно? Мы просто родайл включили. Здрасте. Нет, такой... Нет, ну, я тебе отвечаю. Мы просто сделали родайл. Больше ничего. 8800-100-14-00. Ну, вот ЦИК, короче говоря, не работает горячей линией. Поздравляю. ЦИК не работает, ребят. Перед выборами. ЦИК не работает. Во всяком случае, с гражданами не работает. Может быть, с кем-то работает, но с гражданами. Могли бы в любое самое время. Может быть, они друг с другом играют, а не play in the dark. Знаешь, играйте в темноте. Есть такая игра. Да? Да. У вас на футболке, знаете. Play in the dark. Энерджи. Главное. Play in the dark. Играйте в темноте. Они играют в темноте. Там, может быть, друг с другом играют. Я бы рассказал вам, целый ряд игр существует. Так, над Нагатинской поймой кружит вертолет. Говорит нам 85-й. Раньше это называлось добровольно-принудительно. Я бы продал свой голос за пару тысяч, но кому, спрашивает 88-й. Да бог весть. Пролл говорит, а хоть ничугоднее от 200 тысяч га до 400 тысяч га в Тверской области раздавали по заявкам бесплатно. Раздавали по заявкам. Но нет имейла, даже мы не можем обратиться за подробностями. Мы бы хотели, мы бы хотели. А, бесплатно, но, простите, не всем. Своим, по заявкам. Дай, 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 вот этот предыдущий только что ты мне показала. Ну-ка, автобусный... Дай, дай, автобусный парк, очередной, 16-й. 16-й автобусный парк. Могу сфотать заявление. Могу сфотать заявление, говорит Владимир. Заявление, велено подать заявление на открепительные и на то, чтобы голосовать коллективно. Повеление, такое руководство. Так, зря я буду в Москве. Повторите, пожалуйста, без открепительного. Можно ли проголосовать на участке? Можно, будет, но не четвертого. Нет, четвертого нельзя, день в день нельзя. Что значит день в день нельзя? День в день нельзя прийти, ну, просто на участок тупой. Нет, не позднее, чем за три дня вы должны, то есть по закону, по одному, не позднее, чем за три дня, то есть завтра, четверг, 19 часов врата закрываются для тех, у кого нет. Вот 84-й очень важно, смотрите. 84-й. У меня среди людей, простите, 84-й. У меня среди друзей родни никого не заставляют ни на выборы, ни на митинги ходить. Все работают в частных компаниях, абсолютно свободно участвуют в чем хотят. То есть нет, нет этого. И еще есть, кстати, и еще есть, кстати, такие же сообщения. Сейчас я их найду. В городе Королеве, МО, Улца-Лаковского, дом 29, соцобеспечение, идет голосование. Где идет голосование? Уже идет голосование. Посрочное, что ли? Не знаю. Я была на приеме, видела, как по ТЛФ спрашивали о голосовании, и занесено было в компьютер. Это нормально, спрашивает Анна? В городе Королеве, Московской области, улица Циолковского, дом 29, социальное обеспечение. Сейчас идет голосование. Дом 29. Не знаю. Циолковского, 29. Так, секундочку. Сегодня день Кощея Бессмертного. Можно раздавить рукой сырое яйцо, будет счастье, сообщает нам примету 84-й. Также в Ирландии можно девушке приглашить, приглашить замужество парню раз в 4 года. В Шотландии. В Шотландии? Раз в 4 года? Раз в 4 года. Закон, может быть, в Ирландии тоже такой, но Митрич в ЖЖ сегодня пишет, что в Шотландии в 1288 году такой закон был. Вся Мордовия, ну вот когда я слышу вся, я всегда сомневаюсь, и тем не менее прочту. Вся Мордовия на протяжении 12 лет голосует строго только на работе, под угрозой увольнения. Вы голосуете только на работе или вас угрожают уволить в Мордовии. В Мордовии, кстати, всегда очень хорошие результаты, всегда в Мордовии какие-то такие, прям вот гражданственные, я бы сказал. Поликлиника 97, Москва, голосует на работе, как и все поликлиники САО. В САО велено всем поликлинике голосовать только на работе. Смотрите, компания 2500 человек, хозяин Росатом, принадлежит Росатому, абсолютно никакого давления нет. Компания 2500 человек, хозяин Росатома, абсолютно никакого давления нет. Почему ФСБ не докладывает об этих случаях Путину и Собянину? О каких случаях? Ну вот что давление. Передайте список в прокуратуру, в ГУП Московский метрополитен, ГУП Московский метрополитен, давно заставили всех написать заявление на открепительные. Мы все написали на открепительные. Так, еще что-то про УИК. Про УИК. Настя что-то важное рассказывала, пишет 21-й. Расскажи про УИК. Да, УИК. Сейчас она быстро, смотрите, хард-диск у нее, медленная очень, она 286-й модели женщина. Нет, а что, что конкретно? Женщина 286-й модели. Сказано. Она важная говорила про УИК. Пусть да расскажет, говорит 21-й. Вот слушайте, муж работает в Москве, прописан в Псковской области. Все, сбился компьютер. Звонили по горячей линии. Вот только что Ольга прислала мне в блог. Они сказали, по горячей линии ЦИК. Голосовать можно только по регистрации, но если удастся, дали крупными буквами, договориться с председателем комиссии, может разрешить проголосовать. Закон, реально, хотите вам зачитать цитату закона? Давай. Так он и говорит. Могут получать, действительно, может разрешить. Ровно так в законе и написано. Ровно так в законе и написано. И не разрешить. Сейчас читаю закон. То есть председатель комиссии может вам разрешить голосовать, может нет. Это от нашего обаяния зависит. Так написано в законе. Читаем федеральный закон номер 67, статья 17, пункт 17. Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, дальше я опускаю, решением участковой комиссии могут быть включены в список избирателей. Могут, если захочет председатель, если захочет председатель. Внимание. То есть обязательства такого, что они вас должны включить, не существует. Захочет, включит. Не захочет, не включит. Вы оденетесь как-нибудь понаряднее, может быть. Сделайте какое-то легкомысленное лицо. Заготовьте анекдот, чтобы... Пару анекдотов. Пару анекдотов. Притом на выбор. Смотрите, не ошибитесь, товарищи. Лучше всего про Чапаева, потому что проевреев не везде проканает. Надо... Правильно? Надо разное. Можно про Тещу. Можно про Тещу. Да, здравствуйте. Добрый день. Вы не подскажете, что происходит с открепительными талонами на выборы депутатов в муниципальные собрания? Вот с этими открепительными. Настя, 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 Настя. Открепительные на муниципальные собрания. Поэтому я ничего сказать не могу. Я этим даже не интересовалась. Она не интересовалась этим. В этом случае ущемляется несколько права, да? Кто с открепительными талонами. только президентские выборы, получается? Нет, почему же? Смотрите, ну как вы можете скользящих в любом другом месте, может быть, это будет трудно учесть, например, вы берете... Ну, досрочное голосование тогда открывается по выборам на муниципальные собрания. Позвольте, мы запишем себе этот вопрос на хард-диск и попробуем как-нибудь ответить. Договорились? На собственный хард-диск. У Насти 286-й компьютер, да, прошу, в голове, да. Значит, по одному закону, номер 67, вы можете быть включены в список избирателей по заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее, чем за три дня до голосования. Есть другой закон, федеральный закон номер 19 о выборах президента Российской Федерации, где вы можете быть, вот цитата, могут быть решением участковой избирательной комиссии включены в список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания, по личному письменному заявлению, поданному не позднее, чем за семь дней до голосования. И тут мы в ловушке, потому что вам могут показать... Надо иметь достоинство не продаваться за две тысячи и уволить не имеют права за отказ голосовать на работе, это законное право голосовать, где я хочу. Если уволили, то можно восстановиться. Это 87-й. На самом деле, поймите, люди не дорожат, это очень важно понимать, 87-й, люди не дорожат правом голосования. Не дорожат. Они не считают, что... Они считают в некоторых случаях, что на их жизнь достоинство человеческое посягают, но к голосованию это вообще никак не относится. Поэтому, как бы это сказать, ну, это никого не парит. То есть, когда вы говорите, имеете достоинство, вот параметры человеческого достоинства, параметры человеческого достоинства, у подавляющего большинства, собственно, голосование никак вообще не соотносится. Понятно, да? Близко не лежало. Ты понимаешь, о чем вы говорите? Да. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Валерий. Да, Валерий. Я проживаю в Владимирской области. Да. Но сам москвич. Так. Я вот слушаю вашу передачу, могу сказать, когда вы еще беседовали с Щуровым. Да. И он подсказал вот по поводу того, что можно, чтобы включили списки. Да. Так вот, вчера этим вопросом занимался. Да. Значит, когда я обратился в районную, мне вначале отказали. Обратился в областную в Владимирской области. Мне тоже отказали. Потом вот вы сказали, что не можете дозвониться на канальном телефоне. Я вчера дозвонился. Так. Мне дали консультацию, то же самое, что и вы, что все на усмотрение самой комиссии. Да. И таким образом. Поэтому я поехал все-таки непосредственно, ну, называется Петушинский район по Владимирской области. Да. Туда обратился, поговорил. И, в общем-то, женщина, начать отказав, вы поняли по телефону, все-таки пошла мне навстречу. И меня включили в списки. Так что надо просто быть более настойчивым. Да. И все получится. Вы не давали взятки. Вы не давали взятки. Взятки не давали. Ну, что вы, что вы, что вы. Нет, ну, может быть, конфеты, конфеты, коробки, конфеты. Честно говоря, могу сказать, я сам думал, что чего-то надо. Нет, все великолепно, где здесь встретили. Просто надо быть настойчивым. Вы знаете, как говорят, встречают поддержки, провожают по уму. Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо, спасибо. 100 рублей пожалел на зефир в шоколаде. Одесс получил. На зефир в шоколаде. 100 рублей пожалел. На зефир в шоколаде стоит дешевле. 100 рублей. 101 рубль я покупаю все время. 6 штучек. Правда? Варшан, да. 10.51. А я не хожу в Варшан. 10.51. Погнали. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Как приятно говорить, на самом деле рассосалось движение, стало лучше. Перед Балашихой пробка огромная. И в Балашиху тоже, и в область пробка. И сейчас энтузиастов плохой при плохой. И еще вот на новой Рязанке скверно-прескверно. Остальное рассосалось, понимаете? Ну, тульская дрянь. Ну, там где-то с 10 до 2 по третьему транспортному. Дрянь, дрянь, дрянь. Ну, конечно, Звенигородка стоит, зараза. А так, ребят, рассосалось все. Остальное-то ужасно, но не надо. Ну, как тебе сказать? Ну, так, средне ужасное. 5 баллов стало движение, а было 6 час назад. Видишь, полегче. Ну, слава богу. Все идет к лучшему. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. В движении. 7-8-8-107-0. Мы говорим о движении. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, это Сергей. Здрасте. Здрасте. Балашихи, на самом деле, пробка. Рядом в соседнем ряду движутся полицейские автомобили с чеченскими номерами, полных полицейских. Полных полицейских чеченских или не чеченских? Чеченских. Чеченские. Все полицейские едут с полицейскими номерами чеченскими по Балашихе. Да. Как это назидательно. Спасибо вам огромное. Есть еще более назидательное. Парк будет разбить в Астрахани на месте дома, где произошел взрыв газа. Только что сообщил губернатор. Общегородской парк появится весной на месте дома в Астрахани, часть которого обрушилась после взрыва газа. То есть, принято решение взорвать остаток дома, всех расселить, дом будет разобран. На этом месте вместе с прилегающей территорией ничего не строить, а весной разбить общегородской парк. Написал Жилкин в своем блоге в ЖЖ. Сообщение, да. Что? Ну, хорошо. Ландшафтная среда. Жилкин написал в ЖЖ. Там будет городской парк. Понятно, да? Все. Анастасия Аножко провела этот выпуск. Светлана Матвеева остается, чтобы рассказать вам о спорте. А я пойду и проживу ее. Эту среду, 29 февраля. Подъем. Подъем с Сергеем Доренко. На русской службе новостей.